приветствую друзья и в этом видео я участвую в стриме ребята на канале семья на море как переехать в испанию и германию ссылка на канал ребят будет в описании подписывайтесь я в испании в салову значит что получилось я сюда приехал из германии до этого два месяца катался на автодоме и выехал отсюда в январе на автодоме и так получилось что решил автодом оставить в германии в дюссельдорфе там немножко сломался это было это до эпидемии карантина это было до коронавируса сюда прилетел как раз 8 марта как раз за два-три дня как здесь объявили карантин вот буквально на лоукостере вот и в общем то сейчас вот я здесь кукую супруга у меня осталась в россии еще и на ли вылетела но у меня планы были в общем то здесь оставаться я отсюда уезжать не хотел вот и в общем то так вот я жизнь путешествия как я и говорю на своем канале в общем я так и живу примерно постоянно в разных странах частенько их меняю ну наверно хорошо может что скажем коронавирус меня застал уже в испании не в германии потому что там бы я был автодоме а здесь по крайней мере я хотя бы в апартаментах нахожусь апартаменты уже были за тобой до закреплены до этого очень я сюда хотел потянуть своего дядю работать нелегально вот из россии вот он тут поработал немножко три месяца соскучился по супруге решил перед коронавирусом вылететь в россию поэтому апартаменты остались просто где но здесь у нас полностью все вещи вот поэтому меня отсюда не тронуться надо будет или там нанимать какой-то контейнер чтобы складывать или каким знакомым вот или как соответственно думать что дальше а супруга должна была приехать позже супруга должна была приехать дата 5 марта но пока тут все менялось она перенесла билеты на апрель на конец апреля а сейчас я уже написала компания авиакомпания что вообще это измените дату потому что уже все рейсы на апрель там отменены полностью вот из россии что и до 1 июня продлят все это вот поэтому мы с женой быстрее полгода не увидимся примерно плюс минус как получится скажи а что ты будешь делать как вот с визой поступать такой момент у меня шенгинская вида виза пятилетняя вот просто здесь вот буду находиться и никуда выезжать не буду и все вот так вот в общем вариантов нету в принципе с коронным видом сейчас вот и просто на это дело за как вообще вот чем занимаешься как себя не знаю занимаешь в это время делать нечего выходить занимаю значит здесь какие у нас условия у меня здесь есть здесь у нас внизу есть магазин там работает русскоговорящая продавщица вот она мне по сути передает новости потому что я так испанский не знаю вот и в общем то все почти из нее ну не считая ютуба вот так здесь какие требования можно выходить только вот в магазин вот сегодня мне с утра сказали что оказывается какой-то еще у меня знакомый заполняет сертификат в онлайне посылает его куда-то там или в полицию или в какой-то аютаменте чтобы выйти в магазин вот так вот я вот об этом не знал а так вот надо в магазин выходить надо иметь сумку и соответственно после покупки товара брать чек обязательно чтобы если полиции остановят можно предъявить чек что действительно сходил за покупками да да значит уже случаи были такие что кто-то пошел за пивом или за чипсами просто по мелочи по мелочи ходить нельзя только вот за какие-то продукты если идешь по мелочи то полиция тоже оштрафует уже вы случаи такие были мне рассказали поэтому в общем так здесь все жестко то есть это не на словах это действительно реально полиция выявляет такие правонарушения и штрафуют людей да да ну вот мне сейчас уже с кем познакомился сейчас потихонечку здесь есть не скотт украинска рядышком живут вот они сказали что вы там куда-то тетю как кого-то будет уже остановили она там не могла ничего сказать поплыла в общем куда пошла 600 евро штрафа такая сумма большая не кажется от 100 лет примерно 600 я не знаю или что-то может она еще там начала добыть полиции я не знаю вообще испанцы как законопослушные то есть как германии они сидят дома реально или это не какие итальянцы им пофиг сказали они там уехали кататься на лыжах и вообще им карантин не страшно и не здесь все испанцы очень они социальные люди такие сами но как по крайней мере сидят здесь просто момент такой я нахожусь в маленьком городе 26 тысяч столового оно такое и нахожусь в туристическом месте но в туристическом именно когда сезон здесь много народу сейчас здесь никого почти нету кроме вот двух собак меня и еще там несколько украинцев вот и получается так что я вот вчера у меня есть местечки есть такое где солнышко у меня страна не солнечная я выхожу на солнышко туда оно скажем приватное в нашем комплексе я вот прям вижу что полиции постоянно ездят вокруг там такой большой перекресток вот так вокруг постоянно ездят и вот девочка вчера буквально шла прям вот я смотрю на нее она туда прошла в магазин обратно шла и прям полицейские по середине дороги останавливаются прямо ее сразу давай допрашивать вот так вот что-то там сказал им и отпустили по крайней мере вот так я сам даже сижу и боюсь думаю может сейчас развернуться и ко мне подъедут и скажут парень ну-ка давай иди домой забегай поэтому в общем-то тут так достаточно серьезно ну не знаю я не нарывался и тем более у меня туристическая виза я не хочу здесь не суваться никуда поэтому я как законопослушный только хожу в магазин с сумкой вот там сразу соответственно закупаешь нормально что-то беру там молока и все что-то такого чтобы более-менее было не пиво вот в общем то вот так хожу и еще какие-то требования есть вот сегодняшняя например раньше еще строители здесь работали еще можно было кому-то работать сейчас вообще всех полностью завернули полностью чтобы все сидели дома только магазины вот до этого у знакомых еще кто-то смог убежать из мадрида приехать ну например там где самый очаг возгорания они могли сюда приехать там у кого апартаменты есть просто остаться здесь по крайней мере вот этот карантин провести сейчас даже все дороги перекрыли в сало уже не въехать вот эта продавщица она ездит с риоса здесь недалеко 10 километров городочек маленький она говорит что ее каждый раз как только она полиция останавливает она показывает бумагу что она здесь работает там полностью все объяснение еще ездит она на работу в общем все так вот жестко достаточно а в салоу вообще есть там случаи в салоу пока вот два человека это еще был неделю назад два человека зараженных именно в салоу по всей испании говорить не буду это можно в интернете посмотреть все эти сведения нет но я найду вот в городе да два человека в Тарагоне вот одна девушка нашли их с коронавирусом русскоговорящие пока больше вот здесь здесь находится город лили до 100 километров вот там около 100 зараженных но все так по городам и никуда никого не допускают поэтому все по этим самым своим скажем так ограничением в салоу вообще я вот здесь сижу здесь никого не видно ничего не видно тишина гулять можно только с собачками собачки нету это повезло вот если нет собачек только до магазина это как говорят собачек в аренду будут давать ну да 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 вот уже в аренду сейчас дают вот поэтому пока вот к сожалению только вот вот так вот вот у приятеля здесь у меня собачки есть вот он балдеет они по очереди женой ходят он сходил прогулялся вдвоем тоже нельзя ходить только по одному это тоже жестко хотел спросить у тебя было интервью выходила на канале месяца наверное полтора назад юрий из германии который да да юра и он тогда ходил что-то у меня типа насморк я переболел или что и ты уехал в испанию после этого а у него получается коронавирус ты не заразился от него ну у него вообще я тоже подумал он мне тоже говорит может коронавирус был мне кажется у него просто была пневмония обычная просто пневмония хотя он тоже надо делать список у меня тоже коронавирус уже был типа того ну я не знаю мы как раз с ним записали тоже около пяти интервью он прямо с этим под этим вирусом записывал ну рассказывал вот поэтому вроде все нормально по крайней мере я еще это уже было где-то месяца полтора уже прошло но у тебя нормально все хорошо себя чувствует он переболел он жена все переболели там у него у тебя все хорошо нет у меня нормально все пока я ничего здесь не чувствую все спокойно никаких симптомов нету ну соответственно никуда не выхожу сегодня новостях я где-то прочитал в интернете что якобы испанцы сообщают что у них сейчас пик заболеваемости и теперь все это пойдет уже на спад они сказали так что у них сейчас пик и что увеличивание большее заболевание уже не будет выявляться все кого дегностировали якобы раз сидят дома то пойдет потихонечку на спад мне так вот знакомые здесь с кем общались говорят что там только к середине апреля будет такой пик может быть опять же все меняется вот здесь вот здесь тревеха такое место еще тревеха может быть знаете там вот сказали что какие-то испанцы тоже в этот дом престарелых не вышли на работу якобы коронавирус испугались там где-то какие-то пенсионеры потому что персонал не вышел на работу за 80 90 лет уже живут какие-то тоже момент такой серьезный был кто-то даже умер потому что люди не вышли испугались что персонал нет никого работать некому вот так вот такой момент был но это вот в одном месте кстати вот канал алексея в описании к видео есть подписывайтесь смотрите ситуацию в европе сейчас много интервью он снимается так же как и мы встречается с людьми про иммиграцию и про путешествия очень интересно вот что еще кто спросить какие меры сейчас вот если может быть знаешь в испании государства меры поддержки для населения для бизнеса организовывать только по моему просто чтобы никто не выходил никуда и все вот это самая такая основная мера что просто все сидели дома на поддержку бизнеса там а именно к бизнеса вот к сожалению вот этой владельной информации я не владею вот про германию тут мне рассказывали вот про германию там какие-то средства про испанию честно сказать я даже не знаю просто к сожалению испанский у меня еще в таком среднем уровне поэтому просто даже не в курсе я думаю будет поддержка вот сейчас по крайней мере вчера общался с парнишкой который здесь работает русскоговорящий он сказал что сейчас у них все все заглохо полностью вот и пока все это восстановится кто-то быстрее всего может будет уезжать потому что просто здесь доход туристический бизнес только только на туристах и соответственно сейчас если сезона говорить не будет тут все в общем-то будут рук кусать одним словом скорее всего сезона не будет ну вот по планам где-то примерно может быть к июлю если так если уже к маю границу откроют то может быть к июлю так если люди не испугаются в принципе ехать куда-то да 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 просто пока что остановится испания может не пустить нас как у нас еще будут вспышки то у нас нас самих могут у них там уже слегну испании только русские то еще и скандинавы и немцы все ну да все брали не прикрыли вообще шенгенское соглашение ну не думаю давайте там как-то решать этот вопрос границами нет общей позиции у евросоюза согласен согласен недвижимость подешевеет опять же упадет хорошо в испании да 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 вот буквально вот еще в начале месяца говорили с агентом недвижимости она говорит что я думаю процент на 30-40 может даже свалится уже через два месяца примерно через месяц уже месяц я прошел поэтому недвижимость здесь очень сильно подешевлее кто имеет средства может в принципе вложиться и все равно через год-два все это восстановится ну вполне вполне сейчас вот мне сказала хозяйка что сейчас будут уже переходить на месячную аренду уже на сезон то есть сезонную аренду будут уже приходить как вот на месячную ну там может чуть-чуть поднимет типа того что в сезон будет вот так уже планируют они так примерно кто здесь живет постоянно там русскоговорящие снимают апартаменты вот уже отказали ну а они уже планировали здесь остаться ну жить на какое-то время да с супругой то есть когда вот она к вам приедет и вы уже там хотели жить в Испании или это тоже на определенный период а потом еще куда-то путешествовать ну супруга тоже точно здесь если остановиться потому что она уже просто уже устала путешествие 9 лет путешествуете да да 9 лет уже почти поэтому она уже просто уже не может я хочу на одно место и уже там чуть-чуть выезжать ну как с России раньше выезжали теперь хотел откуда-то с Европы выезжать потому что просто с России далековато вот но мне кажется дом остался я ее пока продавать не хочу вот я еще хочу там скандинавские страны посмотреть Англию там в общем другие еще страны поэтому пока еще я так думаю чуть-чуть давать один может уже выезжать потому что она уже говорит я все уже а сколько стоила парковка в Дуссельдорфе ставить автодом ну здесь я оставил у одного знакомого он с меня денег просто не взял он говорит ничего не надо вот у меня стоит потом я что-то единицы пишу вот просто хороший знакомый подписчик а так я оставлял уже несколько раз значит оставлял я в Черногории до этого 30 евро парковка была вот до этого оставлял в Испании 50 евро в общем где как договориться ну примерно цена не больше вот этой вот примерно слушай знаешь я тоже хотел спросить ну ты объехал почти всю Европу встречался с многими людьми именно еще жил не просто как турист а именно жил в этих местах странах какая страна по твоему мнению оптимальна для ПМЖ в твоем случае и почему и почему и почему другие страны не подходят например вот Черногория чем не понравилось достаточно лояльное миграционные условия Черногории да ну в Черногории все моменты плюс ее в том что там можно без документов жить ну наверное в курсе да да вот Черногория вот открыл да даже с документами там прям вообще копейки нужно платить ежемесячно там 50 долларов по-моему в евро вот чтобы поддерживать эту фирму платить налоги и все вообще их не делал там раз в месяц выезжать и все вообще да вообще виза ранить просто ну минус в чем было там просто страна очень маленькая и там попадаешь как будто в 90-е годы все-таки хочется хоть цивилизации ну там не батико хотя бы все-таки в Испании здесь цивилизация здесь там нормальный центр здесь ну люди другие там язык скажем так такой более в мире известный а Черногории там все маленькое и там на тебя вот место черногорец по крайней мере смотрит так как на банкомат вот там знакомство как этот ну только что там можно там поиметь что там можно как чего куда поэтому просто я от этого устал ну даже грубо скажу я просто устал от бенды стран от того что просто ну вот в странах третьего мира они постоянно на тебя вот как русский значит самый богатый человек значит можно спросить и вот что в Болгарии была там ну Турции меньше даже мы там ни с кем не общались вот эти все страны они такие вот поэтому просто мы Черногории посмотрели ну если общаться с русскоязычными то да там есть нормальные люди такие состоятельные которые просто как ты такие же вот но их там не очень много там тоже такое сообщество поэтому мы решили что Черногорию мы оставим вот а пока страна конечно она догоняет догоняющие по сути еще далеко там чтобы как там только нормальные города вот знаете Тиват и Като такие более а все остальное самый русский город Будва ну Будва да такое вот Будва в общем нам там просто надоело мы там пожили полгода устали просто это действительно です Poly нечего но плане документов идеальный вариант плане документов и жилье там можно на Penske гораздо дешевле чем у нас здесь в Испании ну опять же вот если в собственность покупать там очень дорого нас сколько я знаю или нет там не надо ничего в собственность ни в коем случае надо только в аренду брать там очень много русский очень много различных у кого по 2 виллы есть у кого по вилле у кого 3 квартиры вот так там очень много можно найти там есть chate можно мы даже там чуть виллу за 100 тысяч за миллион евро не арендовали за 300, например, если бы хотели, вот так, вот, поэтому можно вполне все там, стоит все годами, люди в свое время накупили, вложились, даже нам один знакомый вообще предлагали, платите, говорит, тысячу евро в год и живите бесплатно, вот так вот, друзья, это тысяча евро у них даже был за что, за это-то, в общем, продали плохую, ну, скажем, без документов, вот это, без документов на строительство, и получается они оформить ее не могут, а у них налог очень большой, и не дают, там еще коррупции до сих пор, вот, и тысячу евро у них просто налогу в год, они говорят, вот платите его, говорит, и живите, и все, вот так вот даже, поэтому там варианты-то можно найти почти бесплатно, вот, парень вообще предлагали нам, сказали, что в десезон там за 130 евро можно найти в месяц в студию, вот такие цены есть. Ну да, цены хорошие, ну, Испания тоже отличается, в целом, недорогими апартаментами, да, в аренду, и цены на продукты довольно приемлемые. Согласен, согласен. Ну, вот, для Испании мы сейчас два места, собственно, нашли, просто именно только через русскоговорящие, где можно найти более-менее недорого. Здесь, если допрямую-то выходить, то это будет дороговато, ну, имеется в виду, в плане того, что нужен контакт обязательно, вот эти там разрешения, показывать деньги, еще что-то, всякие вот эти документы, то здесь только проще всего с русскоговорящими в Испании. Говорят, что тебя у нас плохо слышно. Кого у нас? Тебя и меня. Слышно ему хорошо, а у нас плохо. Ну, давай поближе. Давай. То есть, если взвешивать все за и против, то Испания такой оптимальный вариант. Ну, вот, мне очень понравилось Германия. Ну, здесь, смотри, Алексей, какой момент есть. Германия с документами проблема. Германия, да, с документами проблема. Ну, еще вопрос такой, что, если ты еще, у тебя потребности еще не удовлетворены, ты хочешь, там, денег заработать, там, комфортно жить, то, конечно, туда стоит ехать работать. Если у тебя уже это все удовлетворено, и ты уже, скажем, успокоился, тебе уже понтов не нужно, ты уже хочешь просто, там, на море ходить, смотреть, так, ну, кайфовать просто от жизни, то, конечно, это уже Испания. И здесь, тем более, подешевле все дело. Там-то все-таки, если жить, там еще нужно налоги платить, там просто так, как-то, не отстанут они. Вот, там очень налоги дорогие. Вот, и что, даже если там, как-то пролезешь, там, через какую-то еврейскую линию, или еще там разные варианты есть, которые, там по-любому ты будешь, или на собственном будешь сидеть, соответственно, за тебя все будут платить, вот так, если хочешь чуть-чуть повыше, то надо будет работать, и работать хорошо, вот, там вот нет такого, как в Америке, в общем, нет такого вот, или просто сидишь, как полуимущий, там, полнищий, или, соответственно, должен вкалывать, такие вещи, а в Испании как-то можно лояльно более ко всему. Ага, а смотри, хорошо, возьмем Испанию, вот ты сейчас в столу, пожил в Таревьехе, если вот сравнить два региона, это Каталония и Коста-Бланка, понятно, что Каталония более развитый регион, там и зарплаты выше, и люди так более обеспеченные, но наши граждане, вот, то есть СНГ больше как-то, ну, тяготеют к Коста-Бланке, Коста-Бланке, это вот Таревьеха, да, Аликанте, вот твое мнение по этим двумкам? Ну, Коста-Бланке, он просто более дешевый регион, поэтому туда все и тяготеют, Аликанте считается такая зона более... Ну, а климат, климат, якобы, получше. Нет, климат там, опять же, якобы, говорят, 2-3 градуса, 5 градусов примерно плюсом там, теплее зимой, вот, якобы. Хотя вот мы полгода прожили в Таревьехе, вот жили бы с сентября по февраль, и вот здесь мы полусаделы жили, что сейчас, с сентября по январь, и вот сейчас я приехал, я вот ничего такого не заметил, примерно то же самое, может 2-3 градуса, может быть, и есть. Ну, просто для меня они неощутимы, я не понимаю. А в 1-2 градуса непонятно, что ли. По именно недвижимости, ну, там, может быть, чуть цены дешевле на недвижимость, но для меня, например, Таревьеха вообще не нравится, вот сама Таревьеха именно. Вокруг нее нормально, там, Гвардемар, там, как это называется, Лазени, вот там, там нормальные райончики. Ну, Каталония просто она, как-то, не знаю, для меня она уровень повыше. Я все-таки по своим, скажем так, если психологически все это рассматривать, я бы лучше, может быть, жил в более богатой, например, стране, ну, там, или месте, чуть, скажем так, дешевле для себя, если даже я не тяну, например, скажем так, ремень подтянув, нежели там жить в дешевом месте, и ты такой весь, ну, крутой. Для меня так, потому что все-таки окружение, оно влияет. Люди, которые около тебя, например, простые работяги живут, ну, совсем другая ситуация будет с ними рядом, вокруг. Мы вот даже с кем-то встретиться Таревьехи не могли, потому что они говорят, ребята, нам не до этого, мы заняты, мы работаем. Все, вот так. Встречаешь только с пенсионерами, такими же, как ты. У нас, конечно, пенсионеры, вот так вот, в основном, потому что мое поколение, мне 44 года, еще до сих пор вкалывает и работает активно. Вот, поэтому, а когда вокруг тебя живут такие же, примерно, скажем, кто уже, так скажем, ну, уже не работает, уже так более, как-то, какие-то финансы есть, там, или удаленный доход, ну, такие более спокойные, независимые. Вот в этом окружении более проще общаться. В каталонии, по крайней мере, больше такого я здесь встретил. В Таревьехе больше людей таких, которые, вот, именно, работа нужна, работать и, в общем-то, выживать. А много русских проживает в Салоу, вообще в регионе Каталония? Не русских, а в целом СНГ? Ой, вообще, в Барселоне, я думаю, около, там, мне даже статистику говорили, что-то, по-моему, около 80 тысяч русскоязычных, 80 тысяч с России и 240 тысяч с Украины. Вот так вот, это в Барселоне, вообще, регион. То есть, русских не будет, всегда можно найти по интересам, на своем языке, знакомства. Ну, вот, сейчас, приятель из Барселоны, он сказал, что он за пять лет испанский вообще не выучил ни на слово. Он живет в русском районе. А, еще даже русский район есть? Да, русский район, прям, вот, одни русские, вот, прям, вообще, только, вот, все на русском, все на русском полностью. Вот, там, какой-то район Барселоны. Вообще, говорит, даже, я, говорит, ни с кем просто не разговариваю. Ну, нет испанцев. Похоже, испанцев нет. Вот, они где-то ходят. Поэтому, ну, кто как себя окружает. Здесь то же самое, здесь очень много русскоязычных, прям, вот, в Салоу здесь тоже, Камбрильс, местечко. Вот, Реус, может, поменьше. И то, просто, может, я не знаю, вот так вот. Ну, Трагона, русскоязычных очень много. Честно, я сам даже, я вот очень хочу испананский выучить, но не получается. Не с кем. Если можно, сейчас заточение, что, нет? Ну, да, сейчас делать нечего, вот, изучать можно. Ребят, я хотела сказать, пишите пока в комментариях свои вопросы, потому что мы пока тут такой диалог ведем, что это, а потом мы их позадаем Алексею. Вот. Да, может, тут прав-то дом интересно кому-то. Да, тут прав-то дом, ты что-то еще будешь спрашивать? Да нет, сейчас давай почитаем вопросы тогда. Сейчас. Так, так, так. А как вот, да, тоже про автодом? То есть, вот все эти 9 лет вы путешествовали на автодоме, да? Жили, начни. Нет, нет, мы начинали просто ездили там, при этом, на 3 месяца, потом на 7 месяцев, потом на 10 месяцев, вот так. И уже в конце где-то в 15-го, в середине 15-го. Вот, я уже понял, ну, после Америки. Мы были в Америке 3 месяца. И я там увидел всю инстанктуру, такую караванерскую. Вот, у меня там впечатлило, думаю, да, следующий этап это покупка автодома. И я приехал, купил себе автодома. Нет, автодома только 4 года. Вот, до этого мы катались на самолетах. Ну, надолго летали. Ну, опять же, тут зависит бюджет. До 15-го года бюджет у меня был очень хороший такой бюджет. Хватало. Я даже успевал в культ-шестях еще деньги копить. Вот, потому что хорошо было. Да, в Индии живя, можно было там еще копить дополнительно, потому что очень дешево было. А потом, когда все скануло, соответственно, сейчас уже похуже стало. Так, здесь вот люди спрашивают, какие плюсы Германии? Плюсы Германии? Ну, там очень хороший соцпакет. Если ты туда входишь, например, легально, ну, там, не как там, ну, скажем, если как ты сюда входишь, там, через женитьбу или через что-то, вначале приезжаешь, тебя сразу ставят на социалку, ты начинаешь учить язык, идти на какие-то курсы. Вот, поэтому в этом плюсы. И тебя там никогда не оставят. В любой ситуации, если там даже ты прогоришь, что-то там как-то, что-то не выболтишь, еще попадешь по бизнесу. У человека есть 430 евро и плюс еще жилье, за что им платят государство. Жилье оплачивает государство. Да, жилье оплачивает государство и 430 евро плюсом. Независимо, должен кому-то ты денег, не должен, кредиты нам, не кредиты, что угодно. Все, трава не растих. Вот эти деньги тебе раз в месяц дают, что ты жил нормально и за тебя снимают там твои 20 метров. Все, поэтому вот это большой плюс социальной Германии. Опять же, если ты, как сказать, официально там находишься, какие, то есть, возможно, как ты можешь официально попасть, кроме женитьбы и на учебу? По еврейской линии, ну никак. На социал ты можешь рассчитывать в том случае, если ты этнический немец, по еврейской линии или какие еще, ну, женился, замуж вышел. Ну, а какие еще? Ну, да, вот самый, может, простой способ, мне очень многие там говорили, вот, ну, такой, в общем-то, просто жениться. Рабочий способ. Очень много русскоговорящих девушек. Ну, все, то есть, другое, получается, ты уже ничего не можешь. Даже если ты как-то переедешь, получишь там вот эти, кто они там, ВНЖ, ПМЖ. Знаешь, у нас на канале есть, многие писали мне, мы этнические немцы, но мы никогда не пойдем в Германию, там типа неинтересно, в России лучше. А, ну, если с этим целью вопрос, то, может быть, как-то, как, если ты не этнический немец, если ты не этнический немец такой, то на социалку в любом случае не можешь рассчитывать. Вот сейчас очень модный думынский паспорт с ним да, да, да. Ну, если и такие способы, то да. В Испанию, там, через другие страны, там, через Польшу входят, можно же войти не сразу в Германию, правильно, можно войти, там, через другие страны, вот, это, в принципе, у меня знакомые одни, там, через Испанию ходят, пока вот мы здесь, а потом туда переедем, ведь уже, когда и, опять, если документы будут, тебе уже без разницы. Вот, да, это вопрос времени. К нам обращалась компания из Румынии, типа, давайте вы сейчас нас рекламируете, мы вам делаем паспорта, вот, но рекламируете, ну, сдали паспорта, все вот рекламировали и ждете, но это где-то, там, год-два сейчас говорят, и то, может, покинули, а может быть, документы все поддельное сделают, то есть, ну, с этим лучше не связываться, мне кажется, или, если уж связываться, то нужно найти вот такого проверенного партнера. Ну, здесь непонятно, я уже много раз звонил, тоже занимался этим вопросом, самый дешевый я вот нашел, сейчас вот тоже ребят, значит, 1300 подача стоит, 1350, и 400 евро потом паспорт и свидетельство, вот, где-то 1700 все у тебя уходит, ну, не считай дороги, вот, примерно, ну, и, соответственно, язык сам сдавать. Язык все равно сдавать придется, хоть как. Язык по-любому, он говорит, если ты нулевой придешь, он мне сразу сказал правду, если ты нулевой приходишь, языка не знаешь, все сразу не сдал, никакого гражданства не будет, по-любому надо язык сдавать, ну, или платить 3000 евро, ну, как, можно сказать, взятку, вот. А, ну, даже так можно, все равно. За 7 евро сдадут, вот, такая тема. Ну, это максимально, это получается получение самое дешевое гражданство вообще в мире, в любом случае. Да, это самый дешевый вариант сейчас, и он такой популярный, очень многие знакомые делают его, но я еще пока не дождался, кто доделал. У всех там кто-то, у кого год прошел, у кого полтора года прошло. Понятно, в чем. Понятно, так. Читаем дальше, что люди пишут. Интересно, на что так долго путешествуют, на какие шиши. А, на какие шиши, ну, это актуальный вопрос. Значит, у меня в свое время и сейчас остался бизнес, я занимался систем безопасности. Я его в свое время передал партнеру, поделился доходом, и, в общем-то, вот мне он там до этого момента и сейчас еще высылает просто дивиденды. Ну, это одна часть. Одна, скажем, бюджетная часть такая. Высылает дивиденды. Конечно, они уже упали, потому что он там уже и свою компанию открыл, соответственно, параллельно я уж об этом узнал. Одним словом, наша фирма, которую я в состав учредителей ввел, она еще держится и просто мне какие-то финансы вычисляют, присылают до сих пор. Девятый год уже. И у нас еще есть дом, апартаменты, в общем, там у меня, в общем, мы еще кое-что сдаем, и, в общем, вкупе получается сумма там, ну, грубо говоря, где-то полторы тысячи евро. Вот. Мы вот эти деньги, по сути дела, живем вдвоем. Примерно так. Доход отсюда. Да. Вот самый главный минус – это вот курс рубля, который постоянно падает, и вот в евро все это, потери идут. Да. Ну, это постоянно мы, соответственно, беднеем на эту тему. Да, ну, у всех такая же история. Поэтому тут никуда. Вот, плюс сейчас доход с Ютуба какой-то небольшой еще там плюсом стал. Но, опять же, в него надо очень много времени вкладывать, чтобы это все шло все. Вот. Ну, по крайней мере, пока более-менее нормально. Но ремни свои подтянул, соответственно, там, понятно, что. Никаких понтов, ничего нету. И вот, в общем-то, что я рекомендовал, может, ребятам, кто-то хотел путешествовать, какой-то все-таки иметь за деначку, там, хотя бы, тысяча пять евро где-то, чтобы лежало. Потому что сейчас мы уже эти деньги не потратили, у нас их нет. И, получается, я в какие-то нюансы влетаю. Там, автодом сломался, например, машина, в наводнение попала. Вот такие вот нюансы есть. Вот. И, в общем-то, ремонтировать больно. Ну, приходится все это растягивать. Удачи. Так, вот. Дети, внучка живут в Германии, сидят на карантине, зять работает, не верят в коронавирус. Вполне может быть еще что-то. Не, ну, многие не верят, там, для кого-то это заговор какой-то там, мировой, еще что-нибудь. Тут у всех свои нюансы в голове. Так, вот вопрос. Почему именно Испания? Испания? Это о плюсах, наверное. О плюсах? Ну, просто более лояльная страна. Ну, для меня самый большой плюс – это климат. Климат. То, что здесь вот именно солнышко светит почти постоянно. Да. Вот самый большой плюс. Он, в общем-то, все перебивает. Так мне, конечно, по инстанструктуре, мне очень понравилась в Германии. Вот эти БАДы, скажем так, все как у них там организовано, все там просто супер. 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 Ну, это самое холодное. Вот это солнышко. Плюс один, плюс четыре? Ну. А что, нет? Сочи теплее. Ну, в смысле? Бывает, что такая погода, еще и дождь. Ну, бывает, конечно. Ну, в Испании, конечно, классно. Там, блин, в январе там плюс восемнадцать и солнце, это, конечно, классно. Солнце – это вообще… Хочется выйти на улицу, погулять всегда, какое-то настроение есть. Да, поэтому пока мы Испанию выбираем. Пока, может, я не нашел ничего. Ну, и по бюджету, соответственно, она более-менее лояльная, потому что Германия все-таки подороже страна. Ну, не в плане, продукты все одинаковые примерно. Ну, Испания – единственная страна, которая не выселяет, то есть не депортирует из страны. А, да, да, это тоже большой плюс. Здесь ты можешь вообще остаться, здесь никому не нужен. Вот, то есть никому не нужен. Реально, то есть люди вот приезжают, живут здесь, остаются и без документов там пятнадцать лет живут, и никто их не трогает? Да, да. В Португалии такая тоже, в Испании, в Португалии то же самое. Ну, а если вот остановит полицейский, вот что он скажет? Ты же нелегал, почему? Какое-то основание у тебя? Давай, иди отсюда. Или что? Не-не-не, здесь никто, но если тебя остановит, он тебе ничего не скажет. Им вообще пофигу. У них задача от них стоит. Им безвязи. Если ты ничего не нарушил, то, пожалуйста, здесь живи. И у тебя есть какие-то финансы, то, пожалуйста, живи. Здесь есть, например, в Тревехе, я, например, продукт питания получаем для нелегалов. Вот я там живу, мы там продукт получаем. Здесь тоже есть, я вот еще пока здесь просто прописка, у меня места нет, Соловская я еще сделаю ее. Здесь тоже дает социум, то есть это, как социальная помощь дает тоже продукты. Поэтому здесь, если ты остался, все, пожалуйста, что угодно делай. Полиции-то не нужен. Вообще. А как сделать прописку? Если нет документов? Прописку? Ну, вот прописку, да. Говоришь, сделать в Солову прописку. А как ее сделать, если нет документов? Или просто провизию можно? Нет, прописка вообще бесплатная. Нет, виза вообще здесь ни при чем. Вот, например, мы сейчас полгода живем в апартаментах. Мне хозяйка обещал, если полгода живете, я вам делаю прописку бесплатно. А, то есть хозяйка делает прописку? Хозяйка, да. Это все бесплатно, да. В Трегехе просто у нас знаком был, мы сделали там прописку. Нет, хорошо. А что она дает? Что? Ну, прописка – это что она дает, помимо того, что… Для чего она нужна? Ну, например, вот здесь есть социальная помощь, где там продукты тоже дают. Я хочу прийти, требую прописку. Я показываю, где там какие-то продукты дают. Ну, это такой небольшой. А так плюс еще дают… Вот здесь Солову мне сказали именно, что можно еще медицинское страхование бесплатное сделать. Ух ты. Это очень достаточно важно. Это очень даже. Тебе дают карточку. И, по сути дела, здесь может быть бесплатная страховка медицинская. Вот. И пользоваться такими же хорошими клиниками, как и другие испанцы, правильно? Да, да, да. У них здесь обычные клиники гораздо лучше, чем платные. Потому что, ну, максимально. Платные – это просто как, типа, ну, бонус там за ВИП, что ли, не знаю. Вот так вот. Как вы здесь поняли. Но вот в третьей веке почему? Мне сказали, что нельзя. Если у тебя кризис действующий, то тебе это не положено. Но вот здесь другая информация. Здесь он говорит, ты вообще паспорт свой не показывай, покажи, он русский. И все. И вообще не нужно. И вам нужна прописка, что ты здесь прописан. И тебе дают сразу медсстраховку бесплатную. Все. Вот так он требует. Такие вот Солову здесь, в этом регионе. Поэтому везде… Социальная помощь, кто ее привозит? То есть, кто помогает? Община русскоязычная или это государство? Значит, в социальную помощь в Тревьехе, там русскоязычное сообщество есть. Вот. Там, значит, помогает Красный Крест. Красный Крест им дает продукты. Вот. И полностью им раздают людям. Вот. Они там отмечают полностью, кто что получил. Ну, там тоже нужна прописка. Что единственное, нужна прописка. Что ты там живешь, а не турист. Вот. Если ты показываешь прописку, все. Тебе дают продукты. Вот. Я говорю, сейчас их ем. Вот так. Ну, вот так вот. Скажем, чередую. Поэтому проблем нет. В России, по-моему, такого не помогает даже, чем здесь. Здесь это все есть. Да. У нас-то, конечно, ничего нет. Что надо говорить. Так. 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 Вот спрашивают, а как Турция для ПМЖ? Тоже хороший климат. Ну, вот сейчас такой, скажем, второй вариант. Второй, ну, скажем, такой дополнительный. Если вдруг нас отсюда вдруг там депортируют или что-то там получится какими-то. Ну, в общем, как-то что-то у нас здесь не получится в Испании. То, в принципе, мы пойдем в Турцию. Потому что в Турции это гораздо выгоднее вариант по поводу легализации. Потому что там очень легко сделать документы. Там документы делаются просто. Вот. Двести евро, по-моему, страховку всего лишь стоит. Там, видно, жительство где дают. Ну, единственное, там он ничего не дает более. Только вот для Турции. Ну, да. Просто жить, да. Но работать нельзя. Опять же. Работать нельзя, да. Место хорошее для жизни, но как, не знаю, просто мне турецкий язык не очень нравится. Ну, и Турция... Еще для меня минус такой. Я не очень люблю жить в мусульманских странах. Я ничего просто не имею мусульманства, но вот в мусульманских странах не очень люблю просто жить. Вот. Мне кажется нравятся все-таки наши там православные такие. Ну, и более такие страны. А так, в принципе, Турцию мы рассматриваем. В плане бытовухи там очень кайфово все. Мы там жили в Версине несколько месяцев. Потом вот в другой части жили тоже несколько месяцев. В принципе, все было очень классно. Мы вот этой зимой на Новый год летали из Краснодара в Аланию, в Турцию, так сказать. Месяц мы там пробыли, снимали апартаменты. А до этого мы были последний раз, сколько, 13 лет назад, по-моему, или 14. То есть мы вот... Ну, мы были туристами. Туристами, да. И вот спустя там 15 лет прилетели в Турцию, посмотрели. Ну, нам понравилось, конечно. То есть и Алания красивый город, и климат хороший, и набережная классная, и люди хорошие, добрые, отзывчивые. То есть кухня классная. То есть в целом, да, приятно было находиться. И недорого. Вот мне сейчас последний даже знакомый сказал уже. Сейчас самое дешевое место, где можно хороший апартамент купить. Около 42 тысяч евро, 80 квадратных метров апартамента. Это вот около Мерсина. Это такой еще новый курорт. Но я слышал его, да. Но еще он не такой популярный среди русских. Поэтому там еще можно так зацепиться хорошенько. Там вообще цены прям золотые. Там, я считаю, большие апартаменты. У них уже все большое. Можно вообще взять очень недорого. На второй линей моря буквально. Да. Так, так, так. Вот многие делают фиктивный брак с выезжающими за переселенцами из России, да. Так, ежегодно. Ежегодно из стран СНГ в Германию по линии поздних переселенцев выезжает примерно семь с половиной тысяч человек. А что такое поздних переселенцев? Ну, этнические немцы. Спросите про Хорватию. Плюсы и минусы. Спасибо. Хорватия. Ну, мне кажется, там больше, наверное, минусов. Так-то страна очень классная в плане. В море там, в жизни. Она немножко повыше уровнем, чем вот именно Черногория. Но она, по-моему, даже дороже, чем Европа вообще. Хорватия очень дорогая страна. Вот. В том доме тоже жили где-то месяц примерно. Вот. Ну, там остановиться, то есть остаться как-то документально буквально невозможно. там просто нужно открыть фирму, чтобы у тебя там работали три хорвата. В общем, там лучше налогов заплатишь. Там буквально невозможно. Только через брак, может быть, там с хорватом. Проще в Германию. Да. Проще, наверное, в Германию будет. Вот. В Хорватии очень сложно. В плане уровня жизни там, да. Там у них все очень высоко, хорошо очень. Нам нам очень понравилось. Море чистое. Все. Но остаться сложно очень. Так. Вот спрашивают, сложно ли сдать на водительское удостоверение в Евросоюзе? Какие недостатки? Возможно ли договориться? Договориться? Ну, если человек пишет с Украины, то там просто и меняют водительское удостоверение. Именно в Испании. Кстати, а почему? Почему вот Украине можно просто поменять, а с российскими правами нужно сдавать? Они вроде обе страны подписали какое-то соглашение с Евросоюзом. Вот это, честно сказать, не знаю. Вот почему такие. Вот сейчас какой-то закон уже вышел, что хотят поменять и Россию там и сделать. Но когда все это будет работать, непонятно. А пока сейчас ты должен там потратить 600-800 евро, чтобы все это снять. Слушай, а если вот не меняйте все? Вот живу я в Испании и не хочу я сдавать на права. Ну, потому что это знать испанский нужно. Это еще снова учить теорию. Все это. Платить деньги автошколе. Вот просто ездить с нашими правами. Леша очень много так ездит и нормально. Тут вообще, вот у меня несколько видео было, мне люди говорят, меня, говорит, за 16 лет еще ни разу полицейский не останавливал. За 16 лет. Вот. Есть знакомый, я вот в баню ходил, там русский врач, он говорит, 10 лет я езжу на русских правах. Ну, кто-то остановит, я там на испанском поговорю с ним, скажу, ну извини, пожалуйста, вот сделаю, потом вот так. Ну, его остановят там раз в три года. Минимальный штраф это 500 евро. 250 сразу ты платишь. Минимальный? Ну, такое вот, за это нарушение, если у тебя права не поменены, а у тебя там машина на испанских номерах, а ты уже здесь больше полугода живешь. В общем, 500 евро, 250 сразу платишь, забыл об этом. Тебя могут остановить один раз, могут остановить вообще не остановить, могут раз в три года остановить. Вот так вот примерно. А если вот второй раз уже остановят, что будет? Ну. Заберут права? Остановят, значит, ну еще раз предупредят тебя там, еще раз сразу заплатишь, вот так вот. Ну, тут так, там просто специально не останавливаются. Вот мы жили полгода в Тревьехе, здесь я живу, меня еще ни разу никто не остановил здесь. И я, кстати, два месяца сейчас ездил по Европе, вот по Германии, Франции, считай. Вот. Ни разу меня никто ничего не спросил, вообще ни разу. Поэтому тут, здесь нет такого, как в России там, постоянно под контролем. Здесь вообще это не нужен никому. Только если какое-то порушение будет. Ну да, нас тут тоже, мы из Сочи, да, два года назад мы из Сочи. Нас вообще нигде не остановили. Мы проехали, не знаю, сколько там, десять тысяч километров. Нас ни разу в Европе не остановили. И в России ни разу нас не остановили. Мы в Краснодаре ехали, нас остановили. Когда? Нас в России только остановили. Мы с тобой еще ехали, мы вообще доехали без одной остановки. А, да? Мы доехали до дома, я еще молчала такая, говорю, Леша, нас ни разу не остановили. Мы доехали. А, да, да, да. Я молчала еще до последнего. Думаю. Это мы в Грузию. Это мы в Грузию ездили. Нас в Грузию нигде ничем не останавливали. И уже когда в Краснодар заезжали там, в Адыге, нас тормознули. А я специально еще ехала и молчала. Думаю, сейчас не буду ничего говорить. Доедем и я скажу. И мы как только доехали до нашего дома, я говорю, нас за поездку ни разу нигде не остановили. Она говорит, ни фига себе. Так что так тоже. Хорошо. Может уже в России сейчас меньше останавливать. Я не знаю просто. Может быть так уже. Сочи очень хорошо останавливают. Прям вообще максимально. Особенно с номерами, кто вот приезжает. А, ну это понятно. Я не знаю. Может что-то изменилось. Но мне казалось, что все-таки изменилось. Все-таки мир меняется немножко уже. Да нет. Все равно я постоянно останавливаю там. Типа под проверкой документов и так далее. В Европе этого нет, да. Вот это плюс, конечно. Там этого нет. Там ты никому не нужен. Там даже мне больше сказали в Испании. Если ты на него можешь заявить, какое право он тебя вообще остановил. На каком основании. Ты еще на него можешь наехать. Вот. А не полицейские этого очень боятся. Поэтому просто так они вообще не остановят тебя здесь. Ну если законы более-менее не знать. И на испанском хорошо говорить. То, в принципе, еще на твоей стороне все. Ты еще можешь тут, скажем так, высказаться хорошенько. Я спросила, на каком основании у меня остановили. План, перехват, там какой-то Багира. Я говорю, ну понятно, да. Где он? В России. Ну я могу показать или как он там мне сказал. Я говорю, понятно. В России. Слушай, вот раз заговорили про законы. Правда, что в Испании достаточно вот такое либеральное право в отношении преступников. Вот сумочку кто-то ворует у тебя. Ты ему в глаз дал. Сам виноват оказался. Да, 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 да. Тут вот, к сожалению, вот это очень большой минус вот этой вот толерантности, лояльности. К сожалению, вот здесь, да. Здесь вообще трогать никого нельзя. Руками. Просто вот. Надо себе это кол на носу. И так сказать, Германия такая же. Руками вообще никого не трогать прямо. К сожалению, здесь законы все на стороне человека. И поэтому даже если кто-то тебя что-то оторвал, ты будешь потом виноват. Мне несколько случаев рассказывали тоже таких жестких. Когда вот человек, например, дома спит ночью. Вот. И там в своей спальне. Говорит, я ночью глаза открываю, потому что чувствую, что как кто-то в комнате находится. Открываю глаза. Стоит негр. Вот. Вот. И он говорит, я только на него кинулся там вроде что-то. Он в окошко сиганул. Сиганул с второго этажа, там ногу сломал. И он же, негр, на него заявление написал, что тот его убрал. Вот. А он залез его обворовать. Вот такая вот ситуация. За год и год. И на человека выпустили там уголовный штраф. Да тоже. Уголовное дело завели на этого человека, который там напугал негра. Вот так. И выпустили там в другой город вообще, в другой штат уехать. Испанию. Это вот в Броссего не был случай такой, мне такой рассказывать. Вот. Поэтому тут все до маразума доходит. Ну и изменений никаких нет по этому поводу? Люди начали довольны? Да не хотите. Ты напугал человека, он сказал, меня напугали, я сломал ногу. Все. А я там случайно услышал, что ребенок плачет в этой квартире и полез посмотреть. Вот. Поэтому что угодно можно сказать? Понимаешь? Здесь такой вот закон. В Америке есть закон неприкосновенности членов жилища или типа там ты в своем жилище можешь в своем доме даже выстрелить оружием. Ну это в США такие. Да, в США. Не-не-не, здесь все по-другому совсем. Даже вот человека в три веки был такой случай. Даже человека чуть не посадили. Он в подъездки себе заходил, это реальный случай был, и увидит, говорит, из его дома несут телевизор и велосипед. Он такой, эй, ребята, вы куда? Типа, вы куда? Вот давай там чуть не подались, в общем, они вызвали полицию, и они написали заявление, и мы пришли там договариваться. Хорошо, там он давно живет, уже всех знает. Его чуть не посадили вообще за это. То, что он там схватил свой веще. Да, да, несите. А что делать в такой ситуации? Просто уносите, и как себя вести нужно? Ничего не делать. Вот как, просто вызывать полицию, там фотографировать, и точно даже с фотографиями тоже заявить. Вот так вот, как вот, кричать и вызывать полицию только и все, и не дотвративаться до него. А полицейские могут силы применять? Преступника? Полиция? Да. Нет, полиция-то может. Только они тоже нельзя. Они скажут, а что он меня трогает, он мне руку сломал? Нет, тут все очень жестко, и вообще здесь, надо на это очень внимательно смотреть. Здесь такой бизнес у них есть. Они что-то, если ты его сделаешь, они тебя доведут, например, до белого коленя. Что-то сделаешь, например, он потом за ее пишет, и будет там с этой рукой или что-то там психологически его как-то, морально. Он будет еще заявок писать и еще больше ему выплачивать. Поэтому это бизнес такой даже здесь, в Испании. Здесь очень строго на эту тему. Поэтому надо смотреть аккуратно, с кем связывается. Особенно цыгане. Они так могут напрячься, и потом заявок будешь только, ну, с тебя будут вычитать, если здесь легально живешь, деньги за то, что там ты его напугал или еще что-то сделал. Или там руку он где-то случайно ударил случайно, там, от тебя и еще что-нибудь такое. Он все бумажки соберет обязательно. Это бизнес такой. А вот захват жилья все еще практикуют? А, оккупация. Ну, оккупация – это такая тут известная тема. Даже сейчас уже, по-моему, русские стали практиковать на эту тему. Так-то они более так доверены. Вот мне начальник, президент ассоциации Наталья рассказывал, что, говорит, одна русская семья там купила апартаменты, специальник сдала подороже. Ну, там, русскоговорящие одной. А сами жили там попроще сняли. И говорит, там девушка выезжать не стала, а они на эти деньги жили. И говорит, нам пришлось даже в ассоциацию их там комнату не дать семье, потому что та русская там уперлась, прям, говорит, и не выезжает, и все. И ничего сделать не могут. И закон этот здесь так до сих пор не принимается и не примется. Поэтому здесь вот… Кстати, мы тоже здесь не покупаем апартаменты из-за того, что просто вот не хочется с этим связываться. Здесь вот очень все жестко, и оккупация по-любому здесь есть, и никуда от них не денешься. Ну, а как вот себя обезопасить? То есть это обвесить себя всякими системами, там, безопасности, камерами, сигнализациями? Ну, сейчас это все можно застраховать. Сейчас платят страховку около, по-моему, двухсот евро в год что-то, по-моему, вот так вот. В общем, ты, например, хочешь сдать свое жилье, ты его сдаешь вот в эту страховую компанию. Вот, через нее. И они уже твое жилье сдают, и они уже за это отвечают. А если кто-то вот такой человек заселится и не будет выезжать? Да, они уже несут ответственность. Нет, ну, тут много всяких разных. Есть нелегальные способы, там, типа, каких-то литовцы, ребята накаченные, которых вызывают, платят, там, по тысячу евро. Они там все подъезжают, быстро все так организовывают, выкидывают оттуда всех с детьми, вот так вот. Ну, есть такие нелегальные способы. Ну, в общем, люди научились решать эти вопросы. Да, да. Мне такие случаи рассказывали, выселяли, есть деньги платили. В общем, все это здесь есть, просто об этом не говорится больно. Уже все моменты продуманы. Но самое нормальное – это через страховую. Через страховую решаешь этот вопрос, они сами уже рисуют ответственность. Если там платить не будут, они останутся, значит, просто они уже решают. А те платят деньги. Ну, такой вопрос пока только. Так, вот еще вопрос. А вот как по Чехии? По Чехии спрашивают. По Чехии? Угу. Я по Чехии, к сожалению, Чехии вообще не знаю. Я там был несколько раз, но я там информация не владею. По Чехии. Угу. В Греции и Чехии как обстоят дела с иностранцами? Стоит ли и есть ли возможность туда ехать? В Грецию, Чехию. Ну, по Греции могу сказать. Мы тоже там смотрели по поводу легализации. Там примерно то же самое, что в Испании. Там тоже нужно показать 29 тысяч евро, чтобы у тебя было на счету. И чтобы ты их положил в банк, а не чтобы лежали. Вот. Там собрать документы. В Москве открыть визу D. Приехать. Тебе дают вид на жизнь в Греции. Пожалуйста. Как в Испании примерно. Если хочется в Грецию. Но это также бесправа на работу, соответственно. Такие же документы. Также там можно остаться, конечно, так же неделегально. В Греции. Тоже не выгоняют. Не выгоняют. Ну. Ну вот, к сожалению, здесь ты можешь куда-то все-таки еще выехать в Европу. Вот. А в Греции-то там и Сеуты есть. А в Греции-то вообще никуда там. Только одна Греция. Шенген это. А не границы. Лучше три года безвылазно жить в Испании, мне кажется, чем в Греции. Ну, думаю, да. Думаю, да. Как-то. Мне вот для меня тоже Испания показалась комфортнее. Нет. В Греции так тоже. Лайтово все. Нормально. Ну, для меня она более такая все-таки отставшая страна. Я просто не курю и не очень люблю, когда там визите прокурены. И каждый второй курит. Каждый первый даже. Там просто вообще у них прям ну вот сигареты, как в Турске. Да, как в Черногории тоже. Там вообще никого нет. В этом плане они просто еще диковатые. Там просто вот они сидят и вообще их просто невозможно. Испания более лояльна здесь в этом плане. Ну, испанцы какие? Они вот спорт любят, бегают постоянно. Да, да. На пляже кто сидит, все курят там испанцы. Там даже уже пляжи делают без курения. Серьезно тебе говорю. Ты вспомни, вот мы ездили, там постоянно кто-то бежит, постоянно что-то делает. Нет. То, что они спортивные, это я никто ничего не говорит. Но они совершенно спокойно сидят на пляже. Нет. Просто если у них разрешено типа в этом месте, а вот им разрешено. У них не разрешено только в кафе и в общественных местах таких вот, как в кафе. Все, а в остальных местах везде можно. И они там сидят. Помнишь, кто там мужик? Это когда было, это было в Сау. В Лапинеде, по-моему. В Лапинеде. Да, в Израиле. В общем, здесь у них законы, по крайней мере, есть такие. А вот где-то мы были в Сербии, Черногории, Турции, Греции, они просто не выполняются. Там люди просто вот сидят и дымят, и там им без айзис. Хотя они тоже пробовали для них, чтобы я спрашивал, просто писали этих барменов. Ребята, а что они там куют? Здесь же вроде зон такая. А вот так вот. Если просто мы это сделаем все и будем их выгонять, то просто к нам ходить не будут. А куда они денутся? Вот, вот. Поэтому вот здесь вот, к сожалению. Не боятся они потерять у них и так плохо там. А в Новой Зеландии были? Не-не, вот не в Австралии, ни в Новой Зеландии пока еще не было. Вот планирую. Очень хочется туда съездить прямо. Я согласен. Туда бюджет, наверное, хороший, конечно. Поэтому мне удовольствие тоже съездил. В связи с большим переселением беженцев много с ними проблем. Как к ним относится местное население? К беженцам? Да. Ну вот к тем же самым русским там, не знаю, из Африки. Нормально все. Нормальные отношения. Из Африки? Я не знаю, я везде, что в Испании там негров там, что в Германии, их везде куча. Нормально относится, все лайтово. Никто ничего более там... Немцы живут в своих таких, скажем, немцы и испанцы, ну, своими, скажем так, такими, как это, конгуберациями. Там, например, есть там более дорогие районы. Чаще живут за городом. Там беженцы быстрее всего. Вот сейчас, тем более, даже вот в последний раз во Франклурте вот Марк мне рассказывал, что он говорит, что сейчас вообще их куда-то убрали, не знаю, не видно никаких беженцев. Очень мало. Их может куда-то вообще выселить, там какие-то свои районы, может быть вообще. А может даже домой отправили кого-то. Вот. И поэтому их даже не видно больно. А так отдельные районы есть, там, румынский, марокканский, кого-то вот здесь в Риосфере, там, марокканский район есть. Вот так вот еще где-то. И они там живут, и все нормально. Помнишь, мы когда, из какого города-то мы вылетали? Из Германии? Маленький ты этот. Где мы там вообще в этой... Даня, говори громче. Даня, говори громче. Так он назывался, там были тоже эти беженцы. Ну, где мы машину не могли сдать. Меминген? Да, да. Из Мемингена разве? Да. Ну, там тоже... Там было как раз социальное жилье, общежитие вот с этими... Мы хостел сняли там. Да, хостел был. Рядом с аэропортом. И там было где-то социальное жилье для них построено. И там вот они выходили, сушили свое белье, там все вот. Ну, нет, есть... Очень много социального жилья строится для беженцев. Пожалуйста. В Германии тоже очень много жилья его. Они нормально живут, спокойно. Вот в Греции мы встречали. Там прям, да, такой тоже барак был. Мы тоже прям были там между Афинами, ой, этот... Салониками и еще вот... Город, не помню, назывался. В общем, было такое. Но в основном их быстренько очень расселяют. И нормально живут. И проблем нету. Ну, кого-то обратно отправляют. Ну, им в Греции-то, наверное, не особо интересно. Им больше хочется туда, Австрия, Германия, Голландия. Ну, да. Они в Греции просто ждут какой-то момент. Там получают социальную помощь. Сколько они получают там помощь? Четырис с чем-то евро социальной помощи. Вот. А потом просто в Австрию и работать. Вот эти сирийцы. По крайней мере, мы с сирийцами общались. Вот. Поэтому... Да. Все нормально устраиваются, и сирийцы, и все работают. Так что... Немецкая тема заточена на том, что ты даже и сейчас психически на сале, потом тебя по-любому будут подпилывать, чтобы ты работал. Вот. Это нормально. Все заточено так. Угу. И ты так, там, твои дети. Если даже там ты их растишь сейчас. Где вам больше всего понравилось из тех мест, где были в плане жизни, закона семьи и так далее? Германия, наверное? Жизнь, закона семьи, наверное, да. Ну, пока для меня вот две страны, Германия и Испания. Такие вот более... Как-то я... Ну, мне Франция тоже понравилась. Франция. Ну, Франция что-то между Испанией и Германией вот так. Франция тоже, в принципе, там можно вполне остаться тоже. Но там тоже... Там я спрашивал, как можно легализоваться. Там только через беженство. Вот. Опять же, то непонятно. Ты там будешь годами... Тебя... Из тебя русскоязычные помогали будут высасывать деньги. Вот. Пока они у тебя не кончатся, будет что-то решаться. Типа того. Вот так вот. Как я это понял примерно. Поэтому... В Франции тоже можно. В Франции. Но только тоже, опять же, через... Видите, там через фиктивные бахни сказали. Пожалуйста. Плачешь деньги. Женишься. И там тебе расскажут, как все правильно надо делать. Чтобы не попасться. За деньги. Поэтому вот такие только... Вот такие вот... Ну, как это называется... Такие входы... Для меня они тоже неприемлемы. Поэтому я тоже не понял. А так тоже вполне страна. Вот. Мне очень понравился город Леон. Я согласился там вполне жить. Там очень классно. Леон? Леон понравился? А, Леон. Я мимо него ехал. Такой неплохой город. Классный там. Все так... Я в нем погулял несколько дней. Блин. Ну, все заточено просто так. Для кайфовой жизни. Этот... Этот еще понравился. Забыл. Называется. Монпелье, по-моему. Не Монпелье. Как он называется-то? В общем, здесь вот пониже немножко уже. Забыл. Забыл. Тоже еще понравился город. Сейчас скажу даже какой. По-моему, Монпелье. Сейчас карту открою. Вот. Тоже очень кайфовый город. Там вообще все современно. Такие дома. Такие районы классные. Прям. Тоже вполне можно остаться. Куда даже сейчас, по-моему, рейс открыли с России. Летает. Уже закрыли. Монпелье. Монпелье город. Отлично. Он на море, по сути, находится, да? Да, да. Он не далеко. Монпелье находится. Вообще тут. Отлично. Поэтому вполне. Я в Франции тоже довольно очень. Мы несколько лет назад были на Лазурном берегу. Были Марселе, Канны, Ницца, Монако. Прокатились там на машине тоже. Так мы сбежали оттуда. Нам прям как-то... Мы были в пик сезона. Это был конец июля, начало августа. Не, нам не зашло. Народу очень много. В кафе обманывают, обсчитывают. Маленькие порции, невкусные. Я прошу Wi-Fi. Мне там через полгода только его приносят. То есть вообще такое принадлежительное отношение было. Все пляжи забиты. Если хочешь на нормальный пляж, там полтинник нужно заплатить с человека. Ну, в общем, мы как-то так подумали, подумали. В общем, и уехали раньше, даже выселились. Нам вообще не зашло. Наверное, там нужно иметь очень много денег, большой бюджет, для того, чтобы почувствовать себя действительно там человеком. А когда мало, в таких вот городах, как Канны, мне кажется, туда лучше даже не соваться. Мы опять же были в пик. В пик сезона мы были, да. Не-не, Леша. Просто, например, вот сейчас, если сезон будет здесь в Солово, я отсюда тоже уеду. Или там сниму где-нибудь в другом месте. Русская ситуация. Вы просто попали не в то время. В сезон вообще нечего ездить. В сезон надо где-то или в дом сидеть, или у себя где-то на озере. В сезон в таких вот местах туристических. Надо уезжать, наоборот. Мы стараемся в сезон куда-то уехать. В горы, например, куда-нибудь там. Ну вот. Подача от моря, наоборот. А приехать уже можно в сентябре. Когда уже будет все дешево. И купаться еще можно. Вот так, если купаться хочется именно. А в сезон вообще нечего делать. Там вот в этом, в Монако, есть город Ницца. Это обслуживший персонал Монако живет там, в Ницце. Вот. Поэтому там можно все. Люди те, которые сюда приезжают, которые хотят там жить, они делают документы через адвокатов. У кого есть деньги. Просто хорошо платят. Им там все подделывают. И они реально получают документы. Ну, у кого есть деньги, соответственно. А как подделывают? Ну, как. Просто через адвокатам доказывают, что нужно все это делать. Просто платят деньги хорошие. И хорошие адвокаты, они на эту тему заточены. Они это зарабатывают. Ну, и тебе сделают документы. Но если ты там малоимущий, и у тебя сильно нет таких вот денег. Это мне рассказала девушка в Лионе. Я интервью у нее брал. Она вот в Ницце жила 6 лет. Сейчас приехала в Лион. У нее до сих пор нет документов за 8 лет. Потому что она приехала одна за 2,5 дней. Она говорит, я до сих пор ничего не получила. Потому что вот никак. Но она как? Она нелегально переехала? Она нелегально живет. В 8 лет живет нелегально. Там тоже во Франции можешь жить нелегально. Там тебя никто не гоняет. Там как в Испании тоже. Там, если вдруг тебе напишут бумагу, например, там. Там ты документы подал на беженство. Тебе отказали, например. Просим вас покинуть страну. Тебе пишут бумагу. Там. Посылайте ее по почте. Вот. Ну, ты там посылал эту бумагу. Он выкинул ее. А ты ехал в другой город. Никто там за тобой бегать не будет. В Германии вроде пожестче. Во Франции такого нету. Там. Пожалуйста, живи тоже. Ну, только единственное. Выезжай, как ты будешь там. Ну, а дети у нее учатся в школе нормально, без проблем? Дети учатся. Все. Всех взяли, да. А в Испании то же самое. Если даже ты нелегал, дети, они по-любому идут на класс выше. Для них нет слова нелегально. Они дети. Везде дети. Они для них, они как, ну, дети цветы жизни. Поэтому дети, они по-любому даже если будут жить нелегально в Испании, то дети будут такие же, как все. Тут не имеет значения вообще. Ну, поэтому проблем здесь нету. Так что Франция тоже может слайпить. Мне очень понравилось тоже. Там она по крайней мере повыше уровня, чем в Испании уже. У нее уже более все культурно. Более так все. Поэтому, ну, в СИЗО лучше не заезжать. Я просто тоже не доехал на автодоме туда. Я тоже хотел медициканы посмотреть более подробно. Вот в следующий раз, наверное. А как вот Андорра тебе? Андорра? Ну, Андорра так, ну, как, на два дня сто съездить. Ну, можно, конечно, там пожить какое-то время, но, мне кажется, там скучаешь. Ну, надо, чтобы машина там была. Вокруг кататься. Там места, конечно, очень красивые. Вот. Ну, можно. Ну, надо было бы, наверное. Ну, говорят, что там тоже есть такое русскоязычное там сообщество. Вот. Любители Андорры. Ну, и она, получается, не входит в Евросоюз. Не входит в Шенгенское соглашение. И между Андоррой и Россией нет визовых каких-то формальностей. То есть, Русска могла посещать без визовы эту страну. И, по сути, можно жить и там, и там. То есть, и в Испании, и в Андорре. Ну, да, в принципе, по документам, пожалуйста, ты можешь там три месяца здесь жить, три месяца там жить по документам. Там уж. По документам. Живи в Андорре три месяца еще, да. Тут вопросов нет, потом переезжай. Вот. Поэтому, может так. Но действительно же, вот, на границе Андорры и Испании, они не имеют права не поставить штамп о выезде из Испании. Они не имеют права не поставить. Поставят печать. Если ты прочь, то тебе поставят печать, да. Нет такого. Все по закону. Ну, может, я действительно хочу в Андорре там жить два-три месяца. Кто его знает. Да нет, тут логично. Ты же выезжаешь, ты должен как бы, ну, то есть, у тебя 90 дней, да. И ты хочешь там еще пять дней, например, оставить. Вот ты как бы штампуешь. А потом возвращаешься и доживаешь эти пять дней в Евросоюзе. Да-да-да. Почему? Тут как бы все нормально. Так. От Марко привет. Сегодня с ним переписывался в Германии. Где вам больше всего понравилось? В Германии? Ну, мне вот сейчас понравился регион вот этот, северная Вестфалья, вот где это Дюссельдорф вот здесь. Мне очень понравился регион. Там вот вроде погода самая такая мерзкая, дождливая. Ну, да. В плане дождей я вот там попал прям в плюс четыре градуса и идет дождик. Это вообще, конечно, невозможно находиться ни внутри. Там все промерзает. Такая мерзопакостная очень погода. Поэтому для меня, конечно, вот именно погода, конечно, в Германии большой такой хороший минус. Ну, или, соответственно, ты в этот момент должен где-то находиться в каких-то там, в БАДах, в банях, где вот дожди идут, например, вот там тогда кайфово тогда. А вот самое основное отличие, вот взять, допустим, Кёльн, Дюссельдорф от Баттенвертенбурга или Баварии. Отличие? Я думаю, просто финансовая составляющая. Кёльн, Дюссельдорф, там, мне кажется, основные деньги крутятся. По крайней мере, Юрий сказал, там основные деньги крутятся от Германии вообще. А другие районы… Там ты можешь жить или наоборот дешевле? Нет, там просто, если ты хочешь, у тебя много очень, скажем так, там просто можно больше возможностей заработать здесь. Ну, именно как бизнес, да? Организовать свой бизнес и там… Бизнес, да. Бизнес просто больше возможностей заработать. Потом там такое центровое место в плане Голландии под боком. Там 20 лет в Голландии, например. Дюссельдорф, потом там Франция, там чуть больше, например, там Люксембург. Вот там. Поэтому там просто интересно достаточно место такое. А где жить в Германии наиболее бюджетно? То есть где меньше цена за аренду квартиры? А, примите в России. Вот есть там место такое, Эссен называется, дешевое достаточно. Потом этот… Как называется? Слушай, где… Это был лучший город-то в сторону России. Сейчас скажу, как это забыл называется. В общем, где раньше вот этот… ФРГ было? Сейчас скажу. Дрезден? Нет, нет. Лейпциг. Лейпциг. Вот это место. Около Лейпцига. Вот там вполне можно жить. Там можно поискать дешево. Так-то в Германии можно найти. Местечки такие. Опять же, те города, которые там… Я, например, останавливался. Город Нойвит такой. Нойвит. Вот я останавливался. Это между Комлинсом и как раз Бонном, например. Тоже очень недорогое место. Можно найти там за 300 евро. Нет такого, что там дорогое. Можно найти все. Просто поискать, и он будет, соответственно, в небольшом городочке, например. В центральном городе не будет никого. Ни Мюнхен там. Около Мюнхена все дорого. Ну да. Мюнхен нереально другой город. Вот-вот. Поэтому просто так-то в Германии очень много мест. Но мы, например, даже сравнили. Вот тут недавно искал жилье знакомому. Во Франции снять дешевле, чем в Германии. Вот даже на границе, например, Страсбурга и Германии. Оффенбург. Во Франции даже отели дешевле по цене стоили. Соответственно, там и жилье можно найти. И очень многие, кто работает в Германии, например, они покупают виллы себе дома во Франции, если на границе. Живешь? В границе, да. И просят жить во Франции. Потому что во Франции жилье стоит подешевле, чем в Германии. В Германии вообще цены очень взернуты на эту тему. Угу. Вот. Поэтому по городам, кому где понравится. Везде, в принципе, если ты займешься, везде ты можешь найти себе жилье. И просто надо поискать будет. Но там, видишь, в Германии есть такой нюанс по жилью. Именно там у них квартиры сдаются пустые. Без мебели. Да, без мебели. Без мебели, да. Вообще там геморрой. Ты должен нам кухню за 9 тысяч евро купить, холодильник это. Вообще ты закупаешь полностью и куда-то выезжать потом, понимаешь? Это получается, ну видно, что такие вот видео показывают даже. Кучу мебели выкидывают постоянно. Да, да. Выставляют даже на улицу, видимо, как-то забирают их потом. Да, да. Там, например, дается тебе один день выехать съехать, например. Туда заехать, а сюда отсюда выехать. Получается ты должен все выкинуть нафиг, потому что там тебе это не нужно. Здесь ты это все выкидываешь, а квартиру ты должен сдать так, как ты ее брал. Чтобы там все было красиво, беленько, без мебели, вот так вот. Или там уже с новым человеком, если там хозяин даст договориться, может, он свою кухню купит за 2 тысячи евро, которая стоит уже установлена. Вот здесь очень жестко у них, вот сложно в этом плане. В Испании здесь попроще немножко, конечно. Мне вот это не очень понравилось. Но там, соответственно, они снимают, а они там по 10-20 лет живут на той квартире. Угу. Ну, это все стабильно, все расписано, да, там на 5 лет вперед, на 10 лет вперед. Да, да. Там по закону ты должен за 3 месяца предупредить, если ты будешь езжать, за 3 месяца предупредить хозяина. Там строго все. Иначе по-любому депозит берется с тебя. Там вообще такие жесткие. Все по договору. Поэтому тут, блин, мне что-то… Хорошо, что есть автодом, А так, конечно, я бы там не знал вообще, как там жить. Потому что в Испании-то я вообще снимаю все за 300 евро. И вот здесь, считай, салу, а здесь все лайтово, без всяких там депозит, знакомый, хороший вот. В Германии так вообще ничего не снимешь, не знаю. Ну, может, снимешь, конечно, русскоязычных. Но это очень сложно все. Я даже не встречал, не спрашивал никого. Слушай, ну а вот сложно было найти парковку для автодома? Нет. Вне СИЗО очень просто. Очень много парковок. Есть приложение «Park for Night», вот, если там… Ребятам там «Park for Night», значит, его загрузить нужно в телефон, и прямо по нему, значит, есть там такие, где зелененький автодом нарисованный, например, там парковка именно будет бесплатная, даже, ну, с платным только электричеством. Если красный нарисован, то это уже кемпинги. Кемпинги или платные парковки. Вот нужно искать просто или такие, или такие, вот так. Опять же, на какой бюджет? Если бесплатные, то, соответственно, зелененькие. Там есть много парковок, есть фотографии. Нажимаешь, смотришь фотографии, смотришь там, например, автодом стоит, там, и внизу обязательно написано, там, или бесплатно, или платно, там, или, например, там, воду слить можно, там, туалет поменять, или электричество платное, например, вот так вот. Везде все описано, поэтому ты просто смотришь, нужно обязательно Wi-Fi. Ну, кстати, хороший Wi-Fi, кто будет путешествовать. Значит, у меня сейчас здесь, в Испании, сим-карта называется Free Mobile, французская. Угу. Вот. Я прям с русской карточки снимаю деньги каждый месяц, по 19-90, 20 евро. Вот. Она дает какое право, значит, во Франции 120 гигов, например, и звонки тоже, а в других странах, там, Германия, Испания, во всех остальных Европы, и даже, по-моему, еще там, и Черноборье, и все входит, 25 гигов. Ну, нормально. 25 гигов. Поэтому вот самая такая лайтовая связь, еще звонить можно. Вот я сейчас даже ее, у меня деньги снимают, я даже вообще ее трогать не буду, и в Испании буду на ней сидеть везде, потому что очень хорошая такая, ну, считай, в Германии, во Франции, и тогда так дорогой. Это единственная связь, которая вот такая более, скажем, лайтовая. А у нас, мы брали Orange вот в испанской, она подороже будет? Orange? Да. Ну, Orange просто будет подороже, да, и в ней будет меньше. Там, по-моему, 20 гигов, 20 гигов и без звонков. А здесь, получается, у тебя по всей Европе 25 везде, где угодно. Еще звонить можно. Угу. Ну, там такая более дешевая. И еще вещь, что блюдо большой. Деньги сами снимаем, мне не нужно никуда ехать. Ну да, удобно. Вот я, например, сейчас у меня тут не было, как его называется, ну, в общем, накаточки, которые я привязал, не было финансов, не сняли, они написали, типа, что нужно платить. Я через интернет нашел, оплатил через интернет. А так, в принципе, автоматически просто там в один день, у меня вот одиннадцатого числа каждый месяц списывают. И все. Угу. Не нужно набегать. Поэтому, вот, запишите там, Fribubal называется, французская. Угу. Ее можно купить в любом городе, в принципе, во Франции. Угу. Но она как-то? То есть это не туристическая сим-карта, это просто вот для всех? Да. Это просто для связи. Она просто действует по всей Европе, по всему шентгену. 25 гигов по всему шентгену. И плюс еще звонки. Значит, когда покупается, нужно заплатить еще десять евро за сим-карту саму. Угу. И двадцать евро на связи. Вот один раз. А потом про двадцать евро, нет. Там есть тариф, он меньше есть, десять евро есть тариф. Там всего, по-моему, пять гигов и сколько-то минут разговора. Или семь гигов. Вот так. Просто я уже дал максимально, потому что десять гигов на месяц мало. Угу. Оптимально где-то двадцать евро. Вот спрашиваю, вот путешествовали ли вы на круизном судне? Если да, то какие плюсы и минусы? Ну, на круизном судне, да, мы путешествовали, мы брали дорогие туры. Два фьорда в свое время из Питера. Круизный лайнер. Ну, какие? Это по Норвегии? А? По Норвегии фьорды? Да-да-да. Туда вот мы ездили, мы что-то вообще какие-то бешеные деньги-то отвалили. Это был там, какой год-то был? Десятый год, по-моему, было. Что-то отвалились тогда, я сейчас вспоминаю, 20-30, вообще 160 тысяч рублей, но тогда курс был совсем другой, поэтому вообще такие деньги. Там, в общем, драли деньги с нас как могли просто за все экскурсии. Вообще просто драли там. 150 евро экскурсии стоило 5000 рублей, тогда, по-моему, курс был 30. Вот я сейчас вспоминаю. Да-да-да. Курс был 30, там драли вообще просто как могли только с нас деньги. Ну, пока для меня только сейчас там уже одни минусы, потому что там просто полное обжиралово, ну, конечно, каюта кайфовая, все там, все организовано, чтобы ты там проводил время. Интернет очень дорогой, чтобы куда-то с этого лайнера сойти, помню, где-то во Франции, мы еще доплачивали, потому что сойти невозможно. Портовый сбор, наверное, да, вот это все? Да, портовый сбор, и, в общем, там, держат они как могут, конечно, на этом лайнере. Ну, как, если человек еще ни разу никогда не ходил, один отстой попробовать. Вот, но в плане бюджета очень дорого все получается. Или нужно ловить вот эти дешевые туры. Вот нам один раз мы поймали за 200 евро на неделю на двоих по всей вот этой Италии и Европе, вот это был круто, с Рима. Мы поймали просто дешевый такой вот там был, вот. Если дешевый поймать, то да. Вот так, а так, я, в общем-то, пока вот сейчас для себя, ну, для девочек, конечно, гораздо больше плюс. Там все комфортно, за тобой ухаживают, четырехразовое питание, все вот, прям, ну, кайф. Вот. Ну, сойти сложно. Мне кажется, удобный вариант, когда, например, ты там с Европы в Америку пойдешь на нем, вот такой вот пить тур. Они часто бывают, можно купить какой-нибудь горячий, более выгодно будет. Там по Карибским островам тоже, наверное, интересно. Нет, конечно, очень интересно, но, опять же, что тут очень бюджет, бюджет, у него очень хороший бюджет. И там очень хорошо там деньги будешь тратить. Там, например, я сейчас вспоминаю даже, 40 грамм, 40 грамм наливают водку в каком-то дальше, если спиртной пил, 40 грамм водки стоил, что-то, по-моему, около, там, 5, 4 или 5 евро. Вот так. В общем, там ценники просто на все. Ну, если ты там питание, понятно, там можно брать, взять какой-то пакет сразу, да, то есть с туром вместе пакет берешь, питание, и там все включено по напиткам. Но это отдельно доплачивать нужно. За напитки, да. Где-то, вы, видимо, побухаетесь, там все очень дорого. По-моему, человек такой пакет не слышал. Я помню, что мы там брали какие-то, вот, отдельные, там, заказывали рестораны другие еще и просто вино, там какие-то сырные тарелки вот отдельно брали. Ну, че ж какие-то бешеные деньги были, в общем. Ну, в общем, там, не экономично, одним словом. Просто сейчас мы уже не можем себе позволить такие путешествия. Вот. Копить, на это дело очень долго, на этот лайнер. Так, вот спрашивают, в Лионе много русских? В Лионе, да, очень много русских, очень много. Особенно девушек, которые вышли замуж за французов. Я очень много встречал тех, кто, например, какие-то научные работники, кто просто какие-то компании отправляют на человека работать. Ну, например, русскоговорящего. В России отправляют работать, в Швейцарии, например, во Францию, в Германию, например. И он там, соответственно, с собой избирает полностью семью. Вот таких очень много живет. Они тоже русскоговорящие пары все, соответственно. В Лионе очень много. Вот девочек молодых. У меня даже интервью есть тоже. Очень много девочек. Выходят замуж за французов и живут. А где мало русских вообще? В какой стране есть в этом городе? Где мало русских? Я думаю, я даже не знаю, где. Мне кажется, везде очень много. Вот во Франции, например, очень такая модная, ну не модная, такая большая очень диаспора этих армян. Я познакомился, например. Очень армян был во Франции. Что? Во Франции? Во Франции, да, очень много армян. Вот в Ливоне тоже есть, вот очень много армян. Вот с ними, кстати, вот там мне говорили, что с ними удобнее там и машины ремонтируют у них. И вообще, ну, очень много помогают. У них такие цены более лактовые, потому что во Франции цены дороже, чем еще в Испании. И мы услугим. Так, как Берлин? Вот, к сожалению, в Берлине вот не было. В Берлине, ну, именно, на Содоме не был. Был там давно просто так, на автобусом туре, до Берлина еще не доехал. Что сказать не могу. Так, еще раз вопрос, в какой стране лучше жить? Ну, тут же опять можно сравнить, смотрите, смотрим какой бюджет. Опять же, если сейчас мою ситуацию брать, например, я уже просто работать активно не хочу. А давай смотри, возьмем две ситуации. Первая ситуация, денег навалом, вот просто пассивный доход или там, не знаю, от дивидендов, от акций, от чего угодно, могу жить где хочу. Вот где самое лучшее место, по твоему ощущению. И тот вариант, когда, допустим, ну, вот полторы-две тысячи евро в месяц, вот, что выбрать можно? Ну, когда денег навалов, мне кажется, в любой стране можно жить, правильно? И в России можно жить, когда денег навалов. Ну, не совсем. Вот мы когда жили, допустим, вот в той же Тюмени, да, взять, предположим, я буду зарабатывать там миллион в месяц. А куда мне его девать в Тюмени миллион в месяц? А в Сочи, допустим, я могу потратить, могу в казино пойти, могу туда взять вертолет, полетать над морем. А что делать в Тюмени с миллионом? Вот, так же, допустим, и в Черногории. Зачем мне в Черногории миллион евро в месяц, если, ну, что там делать? Ну, там, ну, вообще, если, конечно, с деньгами, с деньгами, ну, с деньгами, вот, очень много, например, я вот сейчас пообщался, с деньгами переезжают жить в Германию. Просто, как вот, комфортную страну, например, у меня, на Ускале, там люди берут, а есть такая у них голубая карта называется, может быть, слышали? Голубая карта. Вот, и по этой голубой карте можешь ты ехать и жить в Германию, например. Голубая карта, это, типа, как финансовая независимость? Да, финансовая независимость. Ну, там, значит, там надо найти, там, работодатель или, там, свою бизнес, чтобы у тебя, например, доход был, там, там, минимальный, что-то мне показывали, 4 тысячи или 3 тысячи, 4 тысячи 500 евро в месяц, чтобы тебе платили. А, то есть, а если ты официально не работаешь, должен платить за себя налог, как бы? Да, да, если ты должен, там, открыть свою компанию, например, там, и, там, себя устроить на работу, вот, тогда тебе надо в ВНЖ, еще взять немцев каких-то на работу, ну, в общем, вот так вот все это. Ну, вот, это тоже самое схема, которую мы с тобой обсуждали, когда полмиллиона евро нужно потратить, чтобы эмигрироваться в Германию, вот так вот. Это тоже самое, примерно. Такие деньги потратишь, пока, там, ВНЖ получишь. Вот, поэтому, если с деньгами, конечно, ты можешь исполнить Германию, поехать вот так вот, по этой схеме, если у тебя деньги есть. Очень многие так эмигрируют туда, в Германию, вот. Так-то, конечно, и в Швейцарии гораздо лучше страна. В Северную страну можно поехать, там, если в Северную страну есть. Ты можешь поехать в любую страну, когда тебе есть достаточно денег. Мне Голландию очень понравилось, вот Голландию можно съесть. Вот в Голландии мы не были, вот тоже интересно. Вот. Хорошо, значит, когда безграничный бюджет, понятно, а вот когда, вот, полторы-две тысячи евро, вот, все. Ну, полторы-две тысячи евро, вот она-то, получается, ты выбираешь, или, там, Болгария, может быть, Турция. Что бы ты выбрал? Ну, вот, я, в принципе, сейчас нахожусь там, что я и выбрал, вот, в Испании. Потому что мы все вот эти страны, мы их объехали, там, Болгария, Греция, Черногория, Турция объехали, все посмотрели. Вот так вот. На эти деньги все можно жить. И в Болгарии тоже все вот так вот, на эти деньги. Но вот оптимально, вот, мы остались на Испании. А так-то, пока я больше вот... Ну, в Черногории можно на более дешевле, дешевле, скажи, в Черногории. В Черногории можно вообще лайтовое. В Черногории все можно бесплатно даже жить. Но просто тебе отдаст... Очень много там просто находит людей, кто просто, там, ну, скажет, ты смотри за мои апартаменты. Просто там очень сильно оборвывают, когда сезон заканчивается. Да? Ну, частенько, там, вот так, оборвывают какую-нибудь виллу твою хорошую. Ты можешь договориться, например. Даже один блогер там был, я еще не помню, как зовут. Не помню. Он просто смотрит за апартаментами, и все. И живет бесплатно. Плак там за электричество, и все. Вот так вот, за вилой смотрит, за чей-то. Если ты договоришься. Ну, да, стоимость. Чтобы нам предлагали. Даже моей Юле, моей жене Юле, в личку какая-то женщина писала. Говорит, если, типа, вас нигде не будет, то у нас дом остался в Черногории, или пока уехали, приезжайте, говорит, у нас поживите. Вот так на Юле посолимается вроде. Вот так вот даже. Бесплатно, говорит. Так что можно найти все. В Черногории, говорю, у нас вот такой вариант был там. Ну, такие средние апартаменты в простом месте между этим Будвой и Баром-городом. Я не помню, как это называлось. Там, где вот очень много... Ну, в общем, сам такое дешевое место. Ульцин. А? Ульцин. Не Ульцин, дальше там, в общем, между Баром и Будвой. Вот еще такая, есть какая-то деревушка там такая. Откуда электричка ходит прям в Сербии. Белград. Вот там, я забыл, как это называется. В общем, там вот так вот предлагали. Тысяча девять, ребят, платите за год. И живите сколько угодно. Не выезжай там, пожалуйста, как у тебя у вас будет жилье. Вот так вот. Вот нам предложили прям знакомое. Можно найти и вообще очень дешево. Потому что там очень много жилья остается вообще просто бесходного. Оно там гниет. В свое время люди очень большие деньги вывезут туда. Фиганули. Вот. Вот и просто... Ну да, потому что отопления нету. Кондиционер. Ну ты платишь просто, ты бешеные деньги плачешь за отопление, соответственно. Ну если нужно там, чтобы тепло постоянно было. Вот. Поэтому, ну вот бешеные деньги. Ну 120, 150 евро в месяц будет уходить. Вот так вот. Плюс-минус. Можно. Так, спрашивают, как попасть в Испанию без шенгена. Никак. Без шенгена? Без шенгена. А выгода без шенгена. Ну, какой минимальный шенген нужен будет хотя бы на неделю. Ну, национальная виза в Испании. Не-не-не. Какой еще? Такой национальной визы сейчас не существует здесь. Здесь только есть... Виза D. А, виза D? Виза D. Нет. Виза D, это немножко... Человек путает немножко. Виза D дается, когда, например, ты сюда эмигрируешь по белой резиденции. Да. По белой резиденции. Тебе выдают в России не визу C, туристическую, а визу D. Она действует три месяца. Ты заезжаешь сюда, и через эту визу D тебе дают вид на жительство. Это если ты там вот по этой схеме эмигрируешь сюда. Такой есть, да. Виза D. А просто так, это по-любому хотя бы на три дня, чтобы открыть визу и доехать сюда. Да, только так. Лазейка здесь есть, пожалуйста, Сеута. Сеута. Если человеку там нужно, и он хочет легально, чтобы все оставалось, пожалуйста. Можешь сюда прилететь по визе. Остаться здесь. Жить здесь пять-десять лет. Потом выехать через Сеуту. Сеута Россию, и все. Пожалуйста, все будет легально. Вот такая вот схема. Пожалуйста, такая лазейка есть. Тут много. Если там что-то интересует именно такое. Так, так, так. Так, Польша. Как Польша? Ну, Польши и не было. Вот один подписчик, который сейчас там живет, он мне рассказывал. Я тоже спрашивал по поводу схем, схемами легализации. Вот он сказал, говорит, или устраивается кому-то нужна работу, вот, или самому открывать фирму. Вот. Поэтому, ну, и от плана легализации, в плане жизни, я не знаю. Сейчас, конечно, Польша очень так экономически поднимается очень хорошо. Да, да, да. Эффективно жить. Вот, там, в Кракове, например, там, вот. Вот он сказал, что, говорит, я, говорит, фирму сейчас открываю, и вот начинаю делать. Ну, все, одним словом, тебе нужно за себя будет платить. Вот, то есть, фирму будешь платить за себя налоги. Вот, если к кому-то устроишься, и там, когда работать не будешь, а просто эффективно, соответственно, будешь платить так же ему за себя налоги, опять же. И они там что-то тоже 3400 евро в месяц минимально. Хорошо дорого все. Ну, как в Испании тоже. Если здесь кому-то устроишься на работу, или педконтракт сделать, а ты никому не нужишь здесь, то просто будешь платить налоги ему. То есть, минимально, что же в Испании 300-400 евро. Это случай, если вот после трех лет по оседлости нужно найти контракт какой-то, человек находит минималку какую-то, то это все равно где-то 300-400 евро платить нужно. Это минимально, Алексей, а то так 600 будешь платить. Ну, это минималка, говорю, да. Да, но это нужно тебе платить, будет 8 месяцев, потом ты можешь уйти на пару, как называется, ты потом можешь уволиться. И 4 месяца тебе будет платить уже социум, государство. И вот ты можешь здесь чередовать. Потом вот так вот опять, когда нужно следующее резиденцию, ты опять должен на работу устроиться, например, что тебе продлили. Потом опять тоже так же. Вот тут такие схемы. Тут нам немножко въехать. Эти все схемы, это иностранцы в основном ими пользуются, или испанцы тоже злоупотребляют? Иностранцев не знаю, вот только, мне кажется, только, ну как, опять же, я не знаю, как сюда эмигрируют. Там есть марокканцы разные, там еще, там, ну, которые вот приезжают, наверное, доминиканцы и, там, колумбийцы сюда, то у них, в принципе, им гораздо проще здесь реализоваться. Они паспорт выкидывают и вообще не понять с какой страны, да? Не-не-не-не, наоборот, Леша, ты что? Если ты, например, сюда приезжаешь, там, с паспорта Парагвая или, там, Аргентины, ты здесь гораздо более нужен, приятней, чем ты с Россией, понимаешь? Ты гораздо здесь более, ну, тебя ждут. С паспортом Парагвая, мне объяснили, вот, с паспортом Парагвая можно там уже через два года получить гражданство, например. Почему? Ну, знаете, с паспортом нужно Парагвай слетать. Там тоже очень легко получить легализацию. Южная Америка, она гораздо ближе по, скажем так, иди сюда, в Испанию, чем Россия. Ну, и язык, язык, да? Ну, да, язык и все остальное. Поэтому здесь очень много работает таких, как вот, доминиканцев разных, вот, колумбийцев. Вот я, ну, очень много. Так, где человека хоронят в СВНЖ? Что, что, что? Где человека хоронят в СВНЖ? Вопрос такой. Я не понял, что значит хоронят в СВНЖ? Ну, если он живет в СВНЖ, если умрет, где его похоронят? Я так понимаю. Так? Похоронят. Ну, видимо, в связи с коронавирусом, видимо, кто с СВНЖ живет в другом государстве, если что-то случилось, то есть, что делают с телом? Кремируют, да, здесь живут, здесь, да. Никуда здесь не будут. Здесь же кремируют он тебя, и все. И все тут недалеко. Прям бесплатно. Хотя похороны в Испании и в Италии очень дорогие. Вообще в Европе, в Германии, там уже очень дорого стоит умереть здесь. Здесь заболеешь, здесь и кремируют сразу же. Страховка входит в это? Ну, я думаю, тебе уже будет без разницы. Не, ну, конечно, будут искать там людей, хотя не знаю, опять же, он сейчас, как в последние фотки пишут, что даже не дает попрощаться-то даже. Ну, понятно, что он зараженный. Ну, да. Ну, по Италии, по крайней мере. Так, спрашивают, что такое Сеута? А, Сеута? Сеута, это накатный, наберите прям Сеута. Это маленький такая, ну, в общем, кусочек Испании в Марокко. Уже в Африке, в Африке. Кусочек Испании в Африке. Ух ты. Да. Маленький кусочек. Можно из Испании на машине добраться до Марокко? Там паром ходит или что там? Паром, 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 да, паром. Вот мы на автодоме ехали, мы тоже покупали паром. Где-то я что-то даже не помню. Вот, в общем, нам что-то вышло, 250 евро, по-моему, туда-обратно вышло. Вот так вот, на пароме. Вот. Прямо до Сеута можно ехать, это еще Испания. А там уже граница будет с Марокко. И вот там, когда, значит, про что я сейчас говорил, там можно из Испании выехать. Там они документы не проверяют никаких. А как не проверяют, почему? Испанцы именно не проверяют. Никто не проверяет испанцы. Ты выезжаешь, только тебе уже в Марокко ставят печать при въезде. А в Марокко для русских не требуется виза. Вот в этом заключается лазейка. Ты выезжаешь, не уходишь. Испанцы тебя видны не спрашивают. У тебя вообще нет поста. Ты просто сразу в забор упираешься в Марокко. Я понял, да-да-да. А ну обратно все равно уже не вернешься. Обратно ты уже из Марокко лечишь в Россию. За новой визой. Вот так. Обратно все. Или остаешься в Марокко жить. Да-да-да. Кстати, в Марокко с документами очень просто. В Марокко, если хотите. Ну и все бы. Да-да-да. Вы были в Аргентине? Да-да, в Аргентине были. У нас было первое путешествие. В 19-м году мы месяц провели как в Аргентине. А три с половиной месяца катались по всей Южной Америке. И где лучше всего? А вот не страшно было в Бразилии? Там все вот эти криминальные районы? Ну, как называется? В Рио-де-Желлер были сегодня пару дней что-то. Тогда вот так. Ну, мы плохо спланировали. Первое у нас путешествие было такое долгое. Да ничего там страшного не было. Нормально гуляли так же. Ну, как? Мы не знали, где эти районы находятся. У меня жена очень переживала тоже. Бронировал заранее отеля. За 150 долларов, блин, тогда. Я говорю, слушай, не бронируй. Мы там найдем дешевле. Нет-нет, надо заранее. Ну, это первый был такой еще. Это боязнь была там, что вот там сейчас горбанут нас. На улице останемся ночевать. Так-то там все безопасно. Нет, криминал там есть. Просто, опять же, где ходить, смотри. Вот так вот, где ходить. Где больше всего понравилось в Южной Америке? В Южной Америке? Ну, мне вот очень Агитин понравился. Мендоза город очень понравился. Вот, как называется? Ледник этот, забыл, как он называется? Ледник там есть. В Патагонии такой. А, Брилочи. Очень красивое место. Брилочи. Супер. Ну, это там ниже уже в сторону. Уж иди туда вот. Мы спускались там на автобусах. Там очень классный автобус по автобусам путешествовать. Если боитесь машину войдет брать, автобус очень комфортный. Там шампанское, вино, прям лежаки такие. Ночью спишь. В общем, чтобы сэкономить на теле, можно ехать по ночам на автобусах. Считай, переезжать место на место. 40 долларов стоит автобус комфортный. Где там тебя кормят, ужин, завтрак, все. Все полностью. И там, соответственно, спишь так комфортно очень. Аргентина, Брилочи, Сарас, очень крутой город. Вот даже, я даже рассматриваю, думаю, если вдруг что-то не получится, может быть, даже туда вот махнем. Автобус, конечно, придется продавать здесь. Очень комфортный город. Ну, в принципе, тоже, та же Испания. Только вот Южная Америка. Очень понравилась Картахина. Понравилась Картахина. Вот, там были, это Колумбия, мы там приезжали. Потом Аквадор. Очень интересное местечко, Монтанито. Такое есть, там, для таких этих фридайверов всяких, вот этих, как они называются. Ну, в общем, те, кто на доске любит кататься. Вот, там очень кайфово все. Ну, понятно, везде, конечно, марихуана, везде наркотина, везде так. Перу, интересно, мы там пробовали Айаваску, в Перу, где-то мы там были пару недель. Вот. В общем, общая сложность у нас в путешествии было три с половиной месяца, потратили мы 700 тысяч рублей. Это 20 тысяч долларов в свое время было. У нас было 22 перелета. Ничего себе. Да, вот. Маленькие самолетики были там, летали, или как? Ну, нет, ну, это входят и большие, когда у нас там турецкие линии были, это Москва-Стамбул, Стамбул, самая такая точка, куда там прилететь удобно, это Сан-Пауло, это Бразилия. Там очень дешевый аэропорт. А так мы летали до Лимы тоже, либо там Пукальпа, летели самолеты. Это общее число, конечно. В основном, да, маленькие были. Даже, помню, у нас летели мы в Папперу на маленьком самолете, нас даже бизнес-класс посадили, по экономику платил, потому что просто одни были ратвейцы. Но это был до 19-й год, это уже давно достаточно было. Поэтому, в принципе, но бюджет туда хороший нужен был, заплатили нормальный денег за это. Очень интересная страна Боливия, если кто поедет. Очень дешевая. Там, кстати, можно учить испанский очень дешево. Учить испанский. Потому что очень дешево. Там можно снять апартаменты за, буквально, не знаю, наши деньги, за 100 евро, а то и дешевле, 100 долларов. А в Колумбии были? Где? В Колумбии. Да, да, вот в Картахине были. В Картахине. Ну, в Богате там один день. И потом улетели в Картахеру. Там очень классное место, Плай Бланк называется. Это такой пляж классный, прям с этой прозрачной водой, куда вот звезды с Голливуда прилетают отдыхать на своих яхтах. А Венесуэла? Венесуэла не были. Ну, я про Венесуэлу слышал. Уже после. Уходили туда. Вот там не были, кстати. Бразильец мне сказал, что, говорит, в Венесуэле, мы с Бразилией учили на Мальте английский язык с бразильцем садим. На Мальте было дело. Он сказал, что, говорит, я был в Венесуэле, прям полицейский, говорит, у меня просил мою сумку, прям сумку берет, говорит, кошелек достает, из них там деньги вытаскивает, там себе в карман кладет, отдает и все, иди. И ничего не скажешь. Вот так, в Венесуэле. Поэтому там все жестковато. Прогресс не рассказывал, парнишка. Так, тут спрашивают, поездка на май в Барсу на какое время лучше перенести? Октябрь, сентябрь или еще дальше? На что? Поездка в Барселону на какое время лучше перенести? Октябрь, сентябрь или еще дальше? Ой, так я даже не могу никаких планов делать. Это как отменят все эти режимы, это даже никто не знает сейчас. Этого никто не знает. Тут как перенести? По обстановке уже. Так, какая ваша любимая кухня в Евросоюзе? В Евросоюзе? Итальянская. А мы любим очень паэлью. Паэлью? А, ну, испанская тоже вкусно. Ну, я вообще более... Принетками, с лангустинами. Понятно, понятно. Русским водителям легко устроиться за границей. Что для этого нужно? Русским водителям? Это как, легально или нелегально? Ну, видимо, и так, и так. Я думаю, легально, если у вас будут здесь права. Здесь просто так на работу вообще не устроишься. В Испании. Здесь нужно иметь вид на жительство. Если только нелегально надо работать, это, соответственно, ты будешь день там на настройке или в турбизнесе. В СИЗО. Вот так вот. Можно устроиться. Примерно за границей 50 евро в день. Нелегально. Если ты какой-то специалист хороший. Вот так вот. Пока ты не получишь. Кто-то здесь может тебе потом контракт сделать. Кто-то может. Опять же, если хорошо преработаешься, сделают контракт. Но работ найти можно. Работ очень много. Испанцев вообще не хватает здесь. И в Германии то же самое. Спецов просто не хватает. Просто вот этот вход очень дорогой получается. Там же документов у тебя нет. И штрафы большие. А так работ очень много. Просто. Ну, а почему? То есть немцы-то где заняты? Куда они? Разъезжаются, что ли? Много университетов. Почему не хватает именно специалистов в этих странах? Специалистов каких не хватает? Например, ты хороший электрик, сантехник, плиточник. Вот. Вот таких вот не хватает. Я понял. Потому что в немце плиточников очень мало. То есть юристов, экономистов хватает? Это именно вот какие-то такие точечные специальности. Да. Кто именно такой физический труд, их вообще не хватает. Ну, как-то люди нужны, в общем. Да, простые люди нужны. Таких, пожалуйста, устроить. Я даже в своем видео не говорил. Я даже, мне даже работу уже предложили в Германии. Поможник электрика. Вот. Поможник электрика. Поможник. Ты взять что, фонарик? Нет. Я спросил даже, говорю. Я в электрике ничего не понимал. Говорит, не нужно. Там доучатся. Говорит, там электрики. Там нужно, знаешь, штрабить стены будет. Ну, вот это дело. Это самая такая жесткая работа. И мне нельзя, я говорю, нельзя, потому что даже если резюбе сделал, мне один подписчик помогал. Потому что я немецкого не знаю, говорит. Пусть он хоть что-то немецкий выучит, возьмем, говорит. Людей просто не хватает на такие работы. Ничего себе. Ну, это жесткие работы, понимаешь? Это там, ну, как кирпичи, так сказать, по сути, делал. То же самое там. А сколько зарплата? Ты будешь на химии штрабить. А зарплата сколько? Ну, зарплата... Ну, я зарплата не договорил. Да мне без разницы была зарплата вообще. Ну, я думаю, от полтора-двух это будет идти нормально, потому что за эту работу так платят где-то. Две тысячи евро, сто девяносто тысяч. Сейчас, да, покупку? В рублях-то. Ну, Леш, в Германии это небольшие деньги. Там просто, ну, с тебя еще налоги снимут, и там море еще таких всяких нюансов, каких-то, страховки, там, ну, если все уходить, там просто это небольшие деньги для Германии. Но все равно можно себя чувствовать человеком. Все равно же. Классно, так, человек. Нет, даже для Германии. Сколько стоит, допустим, посчитаем, ну, налоги, сколько они там спишут? Ну, с двух тысяч. Ну, две тысячи это чистыми, или это еще вычитать налоги нужно? Я думаю, чистыми уже. А, ну, так нормально. Чистыми это же нормально. Тем более, это же нелегально. Тем более, это же нелегально. Аренда квартиры там плюс 600-700 евро даже, если. Не-не, почему? Это, оказывается, легально было. Меня устраивают легальные. Ну, все равно, хорошо, две тысячи евро. А, ну, все равно, легально. Если там аренда, сколько там выходит? 600 аренда. Ну, в зависимости от квартиры и региона. Ну, плюс-минус, хорошо, 500. Полторы тысячи евро у тебя остается на одного человека. Я считаю, что это нормально. Для Германии нормально. У них там, не знаю, мне кажется, вообще нормально. По стоимости. По оплате. Но, опять же, один зарабатывает две тысячи электриком, помощником. Например, да. Супруга, не знаю, там, убирает квартиру и еще полторы тысячи получает. Уже вот, три с половиной. Уже. Да, да, да. Можно, можно. Потому что, я вот, я знаю, некоторые сядут на социале и умудряются путешествовать. По миру. Да. Есть такие. Нет, там можно вполне, можно организовать свою жизнь. Ты будешь сеть на социале, еще нелегально где-то подрабатывать, и у тебя будут хорошие деньги. Просто, единственное, ты ничего показать не можешь, и у тебя это все кэш будет. Ты ничего показать нигде не можешь. Ничего нигде купить не можешь, потому что все проверяется. Машина там дороже, по-моему, 7 тысяч евро, не имеешь права купить. А-а-а. Когда, значит, тебя переведут. А ипотеку взять? Что? Ипотеку взять. Ипотеку? Да. На социале? Ну, вот, да. Ты, допустим, на социале. А, тебе же платят за квартиру. Пока ипотека. Но ипотеку вообще ничего. За тебя платят все. Ты, как этот, как зверек живешь. Я считаю, что ты 2 тысячи, жена получает полторы. Мне кажется, и нормально, и там, и эту можно взять. Вот, смотри, человек. Я как раз говорю не про то, что, типа, для нас это много. Нет, я имею в виду именно для Германии. Мне кажется, этого хватит. Потому что цены на продукты, я бы не сказал, что они сильно дороже, чем в России. Если ты ходишь с... Ну, сейчас понятно, что курс как бы упал, но вот до... До всех вот этих вот... У них-то цены не поднялись. У них цены-то не те же остались. Это у нас... Там инфляция почти нулевая. Ну, у них продукт тоже самый, да. Ну, вот смотри. Например, человек сидит на социале. Муж с женой и двое детей. Все сидят на социале. Муж с женой. Значит, им полностью... Полностью их доход составляет 1800 евро в месяц. Это платят за него, за ребенка, за двоих детей платят и за нее. Вот им полностью просто дают денег 1800. Еще заренду платят жилья их вам. А жилье какое? Ну, социальное. Ну, я не знаю, квартиры обычные, квартиры... Из расчета того, что двое детей, должно быть... Да, конечно. Там все у них по метрам, все четко у них, да. Они снимают то, что там... На человек там, по-моему, 20 метров нужно. И все у них поедут. Все живут. Вот. И, соответственно, человек подрабатывает все нелегально. Вот так они живут. Вот, мне сказал, 30 лет так живет уже, говорит, так. Ну, разве социальные службы, они не проверяют этого человека? Почему он не ходит в службу занятости, не отмечается, там, я не знаю, ищет работу? Почему, Леш? Ты постоянно должен быть в тонусе. Постоянно там должен в больничку сходить, принести какую-то справку, что там у тебя спина болит, грыжа, там, еще рука, что-нибудь еще там болит, там, болеешь ты. Принести какие-то справки, чтобы туда тебя брали, например, на работу. Например, там, в компанию «Синец» пришел, возьми меня на работу. Вот, на тебя посмотрели. Не хотите брать? Тебе надо написать мне справку, что меня не берете. Они придут тебе справку. Ты эту справку нечешь в социал. И вот так все это годами идет, годами. Понимаешь? Потом человек все это дело пронюхит полностью, и он уже специалист в этом плане. И потом, в плане, это выгоднее. Фильм недавно посмотрели, 1 плюс 1, что-то американская история. Голливудская история, да. И там как раз вот человек тоже не хотел никуда и устраиваться, жил на социале, и также отходил, отмечался в сутку занятости, там, что мы все отказывались, ставили штампик, он уходил и не парился. Ну вот, да, чё ж. Кто так? Вот в Германии в этом плане очень большой плюс у нас страна. В Испании здесь немножко похуже. А в Германии, да, там, пожалуйста, ты можешь так жить, если кто-то хочет работать. Вчера бы проводили стрим с Ромой, который утоляли. Кстати, может быть, тоже с ним как-то проведи, он в Германии живет. Вот он мне сказал, прям, говорит, если бы сейчас социал отменили, говорит, Германия, то куча народу бы отсюда, русскоговорящих, поехал обратно в Россию, говорит, и Украину. Ну, если бы отменили все это дело, вот так. То есть, работать они не хотят? Ну, конечно, потому что куча людей просто там, ну, не знаю, там, миллион, не миллион, но десятки тысяч людей сидит на социале и просто, ну, никуда не ходит, ничего не делает. И все все устраивает. Все все спокойно. За всех там квартиру платят. Я вот очень много даже видео снял, там, квартиры, например, социальные, мы, например, платим за нее, сколько раз, там, скажем, 600 евро, а так она стоит 1200, например. А они платят там 600, она там, ну, полдня работает, например, вот так. Ну, это мне примеры говорили. Поэтому очень много, и Германия такая страна, что, и там, знаешь, там социальное жилье, блин, это я не сказал, уже какая-то там помойка, понимаешь, это такая хорошая квартира, прям, ну, супер. С таким хорошим там ремонтом все там сделала, там суперское жилье такое. Там ты как будто будешь жить. И такое жилье сдают с мебелью? Нет. По-моему, тоже нет. Вот это, кстати, вот насчет социального я не уточнял. Вот это не знаю, что сказать. Вот именно социальное жилье не знаю. А то, наверное, еще выделяют деньги, чтобы можно было обставить ее. Да, они выделяют деньги на покупку. И все, да, все выделяется. Да, они выделяют деньги на покупку. Потому что Закирова, когда она переехала, ей дали вот деньги на мебель, ну, там они купили диван, она рассказывала, вот, квартиру, ремонт уже был. Ну, в общем, и социальное тоже жилье было. Так, спрашиваю, какой паспорт, если в НЖ Испании? Сейчас. Да, какой паспорт? Обычный издаграм паспорт с шенгенской французской визой на пять лет. Все. Паспорт один, второй, скучал. Как давно въехали по этой визе. Так, въехал. В июле-то лет назад. Как въехал. Так, реально ли по российскому настрифицированному диплому экономиста найти работу в Германию? В Германии. По российскому диплом экономиста, я думаю, вряд ли, наверное, сразу. Там нужно будет все это дело амальгировать. Да, подтвердать. Амальгировать. И тебя еще посадят учиться куда-нибудь. Пошли учиться. Вот так. Там просто так тебя его не амальгируют. По-любому приедешь, если там как-то войдешь, через замужество, через что-то войдешь, например, то у тебя посадят учиться на курсы. И ты должен будешь подтвердить все это дело. Мерцкий подтвердить, поэтому просто так вот, ну, очень войти сложно. Только, может, через несколько лет. Пишут, в Испании, наоборот, подешевели продукты. Подешевели, нет? Да ничего бы не подешевел. Не знаю. Именно не сейчас, а вот на отрезке, там, не знаю, года. Вот как вот цены меняются. Так же на месте стоят? Да примерно такие продукты. Я что-то даже не видел, чтобы, примерно, менялись. Тоже самое примерно. В тревехе мы год назад жили. И здесь вот, ну, примерно, плюс-минус, я туда же не знаю. Меркадон самый дешевый. Лидл, Меркадон, вот эти магазины. Вот если заезжать, а другие просто они подороже немножко будут. А у них хорошие цены такие. Меркадон, классный, вот, рыбный отдел. Нам нравилось летом. Да-да-да, Меркадон очень хороший. Самый дешевый вообще это Лидл. Лидл, а, здесь самый дешевый магазин, немецкий. Лидл, да, классный магазин. Мы очень любим немецкие колбаски. Кстати, Братворст, Нюрнбергские колбаски вообще. Да-да-да, согласен. Идеально. Согласен, Даша, согласен. Человек пишет нам, ребята, жалко, что вы уезжаете из Сочи. Нет, мы приняли решение, что уезжаем. И вот когда все это закончится, уже точно поедем. Сейчас мы даже показывать ничего не будем. Просто пока мы вообще без понятия, когда все это закончится. Может быть, мы тут и все лето просидим в Сочи. Нет, мы все равно к лету все это успокоить. Если у нас еще и провалится здесь летний сезон, то вообще Сочи, конечно, будет в плачевном состоянии. Какое отношение германцев к россиянам? Да, нормальное, отличное отношение. Опять же, все на социальном уровне. В зависимости, кто с тобой разговаривает. Разные слои населения. Общее состояние нормальное. Если ты с Россией нормальный интеллектуальный человек, грамотный, умеешь выдерживать паузы между разговорами, культурно общаешься нормально, там все смотришь, не вытекиваешь, не бежишь. Человек это сразу поймет. Немец. Через какое-то время. Общався с тобой. Соответственно, он к тебе будет культурно нормально относиться. И все. Понятно, что если там работяга, там еще где-то как-то. Опять же, разные слои населения. И в Германии такие же попроще люди. И в России. И вот то же самое. Поэтому здесь просто стыковка идет вот в этом плане. В слоях населения. Еще поэтому здесь. А общее отношение хорошее. Ссылка на канал, ребят. Будет в описании. Подписывайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok